Силы мира гигантов совершенно не волновались, в данный момент их силы были сосредоточены на корабле Великих Духов, а это судно обладало невероятно огромной защитой, поэтому даже объединенные силы трех миров не могли сокрушить их своими ударами. Как только Баррик вернулся на судно, то сразу же приказал кораблю устремиться вперед. Естественно, что увидев эту ситуацию, силы мира сокровищ разрушили строй и начали отступать. В этот момент снова появился Плутон и направился навстречу кораблю Великих Духов, тем не менее, после столкновения двух гигантов он оказался отброшен назад. Что же касается судна гигантов, то оно никак не пострадало и совершенно спокойно продолжило двигаться вперед. Затем та же судьба постигла и огромную башню. После этого корабль Великих Духов оказался атакован 12 металлическими зверями. Вот только теперь огромные животные выглядели словно щенки, лающие на огромный автомобиль. Естественно, что металлические звери тоже врезались в корабль, но все их усилия оказались совершенно бессмысленными. Естественно, что все это было продолжением спектакля, который устраивал Джао. Более того, каждый раз, когда его магические артефакты сталкивались с кораблем, глава клана Будда демонстративно рвал кровью и стремительно бледнел. Но в это же время большая игла длиной почти 100 метров вылетела из строя мира сокровищ и устремилась к огромному судну. Когда же она столкнулась с ним, то произошел мощный взрыв, а затем корабль остановился На самом деле скорость судна снижалась после каждого удара, так что игла лишь нанесла решающий удар После того, как корабль остановился, он уже не мог развить действительно большую скорость и поразить строй сил мира сокровищ Иными словами, несмотря на всю свою огромную мощь, они не могли реализовать свой импульс Увидев, что корабль остановился, люди из мира сокровищ, царства бессмертных и полпусы окружили его, а потом начали атаковать сразу же с трех направлений Тем не менее, это судно все еще обладало действительно огромной защитой и уже через мгновение оно начало медленно отступать Причем никто из представителей трех миров ничего не мог поделать Более того, все прекрасно знали, что сейчас корабль великих духов накапливает энергию И отойдя на некоторое расстояние, он использует еще один заряд Поэтому в определенный момент люди из мира сокровищ также начали медленно отступать к острову Осьминога Естественно, что царства бессмертных, а также полпусы тоже последовали их примеру Так что со временем все три силы отступили на остров Осьминога Как только они оказались там, то в некоторой степени их ряды погрузились в хаос Что неудивительно, ведь сейчас все были довольно взволнованы Но в этот момент прозвучал голос Танцзи Джа! Джа! Кто-нибудь видит Джа? Лидер сил мира сокровищ стоял среди своих подчиненных и искал главу клана Будда К этому моменту он уже успел остановить кровотечение, и его рука выглядела значительно лучше Джа же вылетел из сил царства бессмертных с не лучшим выражением лица Он подлетел к Танцзи и спросил, брат, что случилось? Танцзи посмотрел на главу клана Будда и спросил, младший, ты в порядке? Я только что увидел, что ты получил довольно тяжелую травму Услышав это, Джа немедленно умылся, а потом вернул себе нормальный цвет лица После чего произнес, все в порядке, можете не волноваться, я просто притворялся Когда Танцзи услышал эти слова, то не мог удержаться от смеха и энергично похлопал Джа по плечу Хорошо, вы действительно прекрасный актер, даже я поверил, что все очень и очень плохо Джа же слегка улыбнулся Брат Тан, в следующий раз, когда захочешь получить травму, попробуй выбирать оружие поменьше Мейс, самый тяжелый среди класса тяжелого вооружения Словив его удар, вы могли и вовсе остаться без руки На что Танцзи ответил, о, вы даже сумели это заметить Да, я намеренно потерпел поражение, так что теперь этот парень Баррик не успокоится до тех пор, пока не убьет меня Нам же как раз и нужно, чтобы силы мира гигантов на некоторое время застряли возле этого острова Джа в свою очередь кивнул и сказал Думаю, что через некоторое время гиганты перегруппируются и снова перейдут в наступление Поэтому давайте отправим кого-то сдерживать их корабль при помощи сломанных игл змеи Я не пойду, но отправлю свои колесницы Таким образом мы сможем сдерживать гигантов от захвата острова, а они при этом не будут терять надежду на победу Ведь начнут считать, что мы впали в отчаяние и начали использовать против них свое самое редкое и дорогое оружие Танцзе в свою очередь кивнул и глубоким голосом сказал Боюсь, что уже через несколько дней все станет значительно сложнее Этот Баррик далеко не дурак и в определенный момент обязательно запросит подкрепление После этого сюда начнут прибывать силы маленьких и средних миров В этом случае мы больше не сможем скрывать свои силы Джа же слегка улыбнулся и ответил В это время нам уже не нужно будет скрывать свои силы Если гиганты не смогут захватить этот остров самостоятельно То вполне вероятно, что малые и средние миры попросту откажутся подчиняться им Услышав это, Танцзе со смехом ответил Да, вы правы Младший Вэнь, немедленно отправь нескольких людей с копией сломанной иглы змей Пусть начинают сдерживать корабль великих духов До тех пор, пока он не достигнет главного защитного массива Мы будем в полной безопасности Услышав это, Танвэнь кивнул и, собрав некоторых экспертов мира сокровищ, отправился в путь Естественно, они взяли с собой и сломанные иглы змей Разумеется, Конг Мяэсю и Вузунь тоже отправили своих подчиненных Что же касается Джа, то он остался, но отправил свои колесницы Выражение лица Баррика оставалось абсолютно спокойным Но в его глазах был намек на гордость Миры гигантов и сокровищ искренне ненавидели друг друга Однако действительно важные эксперты обоих пространств довольно редко встречались на одном поле боя Но не в этот раз Тем не менее, Баррик все же сожалел об одной вещи Ему было жаль, что он так и не смог убить Танцзи Глава 1465 Блокада Баррик теперь действительно гордился собой Ведь он смог одолеть врага столь же знаменитого, как он сам Ничто не могло обрадовать его еще сильнее Да, силы мира сокровищ укрылись на острове Осьминога за прочным панцирем Однако Баррик совершенно не волновался об этом Ведь с его кораблем он способен сокрушить любую защиту В данный момент они уже отступили на подходящее расстояние и готовы к повторной атаке Честно говоря, Баррик был крайне недоволен медлительностью корабля Великих Духов По его мнению, им следовало атаковать как можно быстрее В данный момент боевой дух их противников подорван И если они быстро сокрушат главный защитный массив То сумеют одержать относительно легкую победу Размышляя об этом, Баррик не мог не начать волноваться Поэтому, когда он увидел, что корабль отступил на необходимое расстояние То немедленно закричал Вперед, ударьте и сломайте этот защитный массив Естественно, что в этот же момент корабля Великих Духов начал медленно ускоряться А все гиганты, находящиеся у него на борту, достали свое магическое оружие Как только щит окажется сломлен, они тут же должны начать убивать всех вокруг Естественно, они верили, что их судно сумеет с первого раза сломать защитный массив Вот только на самом деле на подобное способна лишь сломанная игла змей Что же касается всех остальных артефактов То даже такому огромному кораблю может понадобиться как минимум несколько попыток Тем не менее, гиганты верили, что в этот раз им очень сильно повезло Раз уж Танцзе получил ранение То это должно сильно ударить по боевому духу защитников Разумеется, это касается и тех людей, что поддерживают защитный массив Так что сейчас сломать его будет намного легче Как раз в тот момент, когда корабль Великих Духов только ускорялся С острова Осьминога внезапно вышла группа экспертов На этот раз их было всего лишь чуть более 2000 Но теперь они использовали и три колесницы Среди появившихся экспертов 10 человек тащили огромный магический артефакт Тем не менее, его нельзя было отнести к большим магическим инструментам Так как его размер и невзрачность не позволяли этого сделать Чтобы сохранить в секрете назначение этого артефакта Танвинь наложил на копию сломанной иглы змей иллюзию Поэтому она выглядела просто как огромная игла На этот раз эксперты трех миров не стали делиться на три боевые линии Вместо этого они сформировали одну оборонительную линию Впереди стояли колесницы, за ними эксперты, а потом 10 человек с артефактом Тем временем Танвинь, взглянув на все ускоряющийся корабль Приказал колесницам атаковать Последние, выстроившись колонной, немедленно двинулись вперед Баррик же стоял на носу корабля Смотрел на приближающегося противника И в его глазах было лишь презрение Он прекрасно понимал, что колесницы, скорее всего, просто расшибутся о его судно, а не остановит его Ведь по сравнению с кораблем Великих Духов они не более чем самые обычные муравьи Поэтому, по его мнению, как только колесницы, посланные Танвинем, столкнутся с его могучим кораблем То будут раздавлены, словно мелкие насекомые Тем временем Танвинь, увидев, что их авангард уже практически достиг цели, приказал экспертам готовить иглу Что же касается колесниц, то они одна за одной достигли поставленной цели и на полной скорости ударились о корпус корабля Причем каждая из них сумела существенно погасить импульс судна Бум-бум-бум, прозвучали три последовательных удара Но вопреки прогнозам Баррика колесницы не оказались разрушены, а лишь отлетели на несколько метров Разумеется, что Баррик не мог не заметить, что после каждого удара колесниц скорость его корабля то и дело немного уменьшалась Естественно, ему это очень сильно не понравилось, и он сначала нахмурился А потом, поворачивая голову к человеку, который стоял рядом с ним, пробурчал Что происходит? Как три маленькие колесницы сумели нас так сильно замедлить? Человек, стоящий рядом с лидером сил мира гигантов, являлся его доверенным лицом Правда, мощь этого помощника пока достигла лишь уровня истинного мастера Впрочем, Баррик даже был рад этому, так как на его фоне он выглядел еще более могущественным Тем не менее, соображать этот парень действительно умел, поэтому, услышав слова Баррика, он сразу же сказал Я немедленно узнаю об этом Прошу, подождите некоторое время После этого он развернулся и направился к комнате управления Именно в этом помещении располагались магические массивы, отвечающие за передвижение судна При обычных обстоятельствах их обслуживало около 100 экспертов Тем не менее, они лишь контролировали полет судна Что же касается энергии, то ее обеспечивал огромный массив, в котором сжигали магические камни Можно сказать, что это и была главная энергетическая система этого судна Как только доверенное лицо Баррика прибыло в диспетчерскую, то громко сказала Что случилось? Мой господин хочет узнать, почему корабль так сильно замедлился всего лишь после нескольких слабых ударов Отвечайте быстрее, он сейчас очень зол Хотя люди в диспетчерской смотрели на этого человека свысока, они не осмеливались выразить какое-либо недовольство Барриком Поэтому один из них сказал, пожалуйста, скажите своему господину, что пока корабль не достигнет своей максимальной скорости Мы будем замедляться при любом столкновении Если же сейчас в нас попадут еще раз, то мы и вовсе встанем Услышав эти слова, человек вернулся к Баррику и сказал Сэр, похоже, что до тех пор, пока мы не наберем максимальной скорости нас будут тормозить любые мощные удары Если же таких атак окажется достаточно, то мы и вовсе остановимся Когда Баррик услышал эти слова, то его лицо не могло не скиснуть Однако он повернулся к своему помощнику и произнес Барри, иди и скажи людям в комнате управления, что, если корабль снова остановится, пусть на этот раз отступит еще дальше Я не хочу, чтобы мы и в третий раз сели в лужу В то время как Барри отправился исполнять поручение, раздался громкий взрыв и корабль снова замер Похоже, что их соперники использовали принесенный ими магический инструмент, чтобы нанести этой огромной иглой решающий удар Корабль гигантов отступил назад, но на этот раз он отошел намного дальше Естественно, что Танвэнь сразу же понял, что именно задумал его противник И поэтому приказал своим подчиненным выдвинуться вперед Разумеется, что Баррик не мог этого не заметить и его лицо тут же стало уродливым Отправьте две тысячи наших людей, чтобы остановить их Естественно, что его приказ тут же был исполнен Две тысячи человек покинули судно и направились навстречу силам Танвэня Тот в свою очередь не мог не нахмуриться В данной ситуации они не могли позволить себе оказаться втянутыми в схватку Ведь в этом случае корабль Великих Духов прорвется и снесет главный защитный массив Более того, если судно наберет достаточную скорость, то они уже не смогут остановить его В тот момент Танвэнь даже не знал, что ему сейчас делать Но в этот момент внезапно раздался голос Танзи-младший «Не отходи слишком далеко от острова Осьминога» Хотя Танвэнь не совсем понимал, зачем это нужно Но он вместе со своими людьми тут же начал возвращаться обратно на остров Осьминога До него было не так уж далеко, поэтому они вполне успевали вернуться Когда гиганты заметили это, то подумали, что Танвэнь испугался И поэтому тут же громко закричали и бросились вперед Увидев эту ситуацию, Танвэнь не мог не нахмуриться Но он сразу же организовал защитную линию На данный момент в его распоряжении находилось всего 500 человек из мира сокровищ А все оставшиеся 2000 полпуса или люди царства бессмертных Естественно, что даже обладая небольшим преимуществом Они не могли одолеть гигантов, так что им придется защищаться Но в это время Танвэнь увидел, что корабль снова остановился Это означало, что он отошел на достаточное расстояние И готовился снова устремиться вперед Вот только теперь они уже никак не могли ему помешать Так как оказались блокированы силами гигантов Танвэнь ничем не мог помочь И поэтому очень сильно волновался Хотя и понимал, что это бесполезно Сейчас его подчиненные зажаты силами гигантов И им уже никак не удастся нанести удар по кораблю Более того, тот похожий намерен нанести урон как можно дальше от их позиций В этот момент корабль Великих Духов окончательно остановился А затем медленно ускорился Так началась уже третья попытка разрушить защитный магический массив Вот только в начале третьего нападения на остров Осьминога Большое количество защитников вышло из-за магического барьера Ими командовал Танзи, а вел он за собой не менее 20 000 человек Среди которых были и все оставшиеся у него эксперты мира сокровищ Естественно, что гиганты, увидев это, оказались немного ошеломлены Разумеется, что те 2000, что стремительно приближались к Танвэню Сразу же поняли, что сейчас им лучше как можно быстрее отступить назад Или они окажутся уничтожены Тем не менее, отступление гигантов выглядело очень организованным и четким А все потому, что их боевой дух все еще оставался довольно высоким С другой же стороны, если бы эти парни просто сбежали То их потери оказали бы довольно огромными Разумеется, что из-за произошедшего кораблю Великих Духов Пришлось замедлиться и поспешить на помощь этим 2000 Так как баррик не мог себе позволить потерять настолько огромную часть своих сил Естественно, что из-за всего этого лицо лидера мира гигантов приобрело синий оттенок Глава 1466 Бой продолжается Баррик посмотрел на происходящее с побледневшим лицом Он не ожидал увидеть подобное Танцзе вывел все свои силы, чтобы разобраться с 2000 его подчиненных Разумеется, что после подобного корабль Великих Духов не мог и дальше продвигаться вперед Излишне говорить, что из-за невероятно огромной массы Это судно не имело возможности делать крутые повороты и резко изменять свою траекторию движения Разумеется, что Танцзе и все остальные не могли не заметить, что корабль остановился Более того, они прекрасно понимали, с чем это связано Тем не менее, Танцзе и его подчиненные не обращали на судно такого уж большого внимания Они упрямо догоняли отступающих гигантов, чтобы нанести по ним несколько действительно мощных ударов Статус Баррика в мире гигантов довольно высок И естественно он не мог вот так просто потерять 2000 своих подчиненных Поэтому увидев происходящее, ему пришлось остановить корабль Естественно, что после подобного он почувствовал невероятно огромную обиду Так как проиграть подобным способом было крайне досадно Однако, что случилось, то случилось, и об этом не стоит сожалеть Поэтому Баррик глубоким голосом сказал Отправьте еще 2000 на помощь нашим людям Разумеется, этот приказ тут же был передан и исполнен И уже через мгновение 2000 гигантов отправились на помощь своим товарищам Что же касается корабля, то он остановился А потом, когда все эксперты успешно вернулись вновь начал отступать назад Увидев, что корабль отступает, Танвэнь немедленно отправил 2000 своих подчиненных вперед Но на некотором расстоянии от судна Заметив произошедшее, Баррик разозлился и заскрипел зубами Танвэнь прилип к ним, как нуга и постоянно следовал за кораблем Но не приближался слишком близко к ним Таким образом, даже если они захотят атаковать То силы Танвэня немедленно отступят назад и смогут рассчитывать на помощь основных сил Баррик прекрасно понимал, что даже если он использует всех своих экспертов То ему не удастся одолеть более 20 000 врагов одновременно Более того, если они все уйдут То даже проломив главный защитный барьер при помощи корабля Не смогут захватить остров Так как их силы окажутся связаны битвой с противником К тому же, таким образом Баррик мог лишиться и самого судна Если под магическим щитом Танзэ спрятал дополнительные резервы Также следует учитывать, что их враги вполне могут воспользоваться численным преимуществом И перетащить игольчатый магический артефакт в другое место И таким образом остановить их корабль Думая об этом, Баррик не мог не испытывать головную боль У него и в самом деле не было способа противостоять подлой тактике Танзэ Если бы в распоряжении последнего не имелось способа остановить корабль Великих Духов То Баррик смог бы разобраться с ним без особых проблем Вот только Танзэ мог блокировать продвижение судна А без него силы мира гигантов не смогут сломать главный защитный барьер И прорваться на остров Осьминога Хотя, все же смогут Однако для этого им придется приложить невероятно огромные усилия Тем временем корабль все еще медленно отступал назад На самом деле расстояние между ним и островом уже было более чем достаточным для разгона Однако проблема в том, что Танвэнь все еще преследовал их Так что если судно начнет двигаться вперед, то обязательно будет остановлено Так что Баррик стиснул зубы и глубоким голосом произнес Отступай до тех пор, пока они не перестанут преследовать нас Я не верю, что они будут следовать за нами повсюду На самом деле все люди на лодке прекрасно это понимали Естественно, что мир сокровищ не мог себе позволить постоянно следовать за ними Конечно, как и сказал Баррик, Танвэнь не стал преследовать их до самого конца Он и его подчиненные остановились в 1000 или 500 км от острова Осьминога Увидев это, лидер сил мира гигантов не стал останавливать корабль Он хотел отойти как можно дальше, чтобы инициировать новое нападение В это же время Танвэнь велел своим людям отступать Но при этом они то и дело оставляли после себя небольшие группы полпусов Разумеется, что те через некоторое время использовали свою невидимость и исчезали Танвэнь же вернулся примерно на 500 км и остановился Таким образом сейчас они находятся примерно в 500 км от острова Осьминога Этого расстояния было достаточно, чтобы они могли вовремя вернуться к основным силам трех миров Баррик, увидев, что Танвэнь действительно отступил, почувствовал облегчение Он встал на нос у корабля и громко прокричал «Вперед!» Он решил использовать подобный способ, чтобы изгнать мерзкое чувство обида из своей души Корабль Великих Духов начал медленно двигаться вперед Вначале его скорость оставалась очень медленной, но затем она шаг за шагом становилась все быстрее и быстрее Примерно через 300 ли судно смогло выдать свой максимум Честно говоря, долгое время разогрева корабля заставляла Баррик почувствовать себя очень нетерпеливым Тем не менее, он также не мог не признать, что без своей огромной массы судно не имело ни единого шанса проломить главный защитный массив Вскоре корабль Великих Духов вошел в окрестности острова Осьминога Баррик посмотрел на Танвэня, а потом радостно улыбнулся Теперь уж ему никто не сможет помешать прорваться к главному защитному массиву Вот только когда корабль находился в 800 лет острова Осьминога, к нему с левой стороны подлетела группа полпусов, но не очень много, лишь около 10 Они достали огромную иглу и выстрелили ею по левому борту Произошел небольшой взрыв, и корпус судна задрожал, однако судно даже не думало останавливаться Тем не менее, полпусы забрали иглу и уже через некоторое время исчезли Баррик взглянул в том направлении, куда ушли зеленокожие эксперты, и слегка нахмурился, но ничего не сказал, ведь корабль все еще двигался вперед На данный момент скорость судна очень высока, она превышала 10 л Но в этот момент появилась вторая группа полпусов и сделала то же самое, что и первая Они выпустили одну иглу, что ударило по кораблю, а потом исчезли После подобного Баррик нахмурился еще сильнее Он не боялся, что корабль окажется уничтожен, просто все эти атаки крайне раздражали его По мнению лидера сил мира гигантов, эти мухи попросту пали в отчаяние и решили просто досадить ему Тем не менее, сейчас Баррик не смог отправить кого-то, чтобы разобраться с полпусами Все дело в том, что скорость корабля уж слишком возросла, и поэтому любой, кто осмелится покинуть его борт, рискует пострадать из-за мощных потоков воздуха, что шли по обоим бокам судна Таким образом, чтобы напасть на полпусов, силам мира гигантов пришлось бы замедлить движение корабля Естественно, они не могли пойти на подобное Если же говорить о Джао, то сейчас бы его очень сильно удивили мысли Баррик Ведь он точно так же, как и глава клана Будда в свое время, желал сокрушить вражескую крепость, врезавшись в нее огромным кораблем Баррик, естественно, не стал замедлять лодку Осознав это, полпусы начали появляться с завидной регулярностью Небольшие группы появлялись друг за другом, атаковали огромными иглами, а затем исчезали Стоит упомянуть, что вся серия ударов пришлась на нос судна Когда же полпусы, наконец, перестали появляться, Баррик сумел вздохнуть с облегчением Однако в этот момент их атаковали три колесницы Они тоже ударили прямо в нос корабля Естественно, что Баррик был настолько зол, что едва не дымился Но, к счастью, корабль не замедлился и на полной скорости мчался к Танваню Тот, в свою очередь, совершенно не волновался, даже несмотря на приближающееся к ним судно Но в какой-то момент он повернулся к своим людям и спросил «У нас получилось?» На что какой-то парень ответил «Да, все в порядке, будьте уверены» Танван кивнул, а потом взмахнул рукой и выкрикнул «Уходим!» После этого он и его подчиненные разбежались в разные стороны Однако это было не организованное отступление, а самое обычное бегство Естественно, что увидев это, Баррик не мог не рассмеяться «Баррит, ты ведь видишь?» «Как я и говорил, все эти парни самые обычные трусы!» «Ха-ха-ха!» Баррит же, в свою очередь, быстро ответил, причем крайне любезным голосом «Конечно же они трусы!» Стоило им увидеть истинную силу тигра, и они тут же сбежали Разумеется, что Баррик прекрасно знал, что все это не более чем лесть Но он все же похлопал своего помощника по плечу и засмеялся еще сильнее Тем не менее, через некоторое время лидер мира гигантов обнаружил, что что-то не так Все дело в том, что они отклонялись от курса и фактически пролетали мимо острова Осьминога Осознав это, Баррик с мрачной улыбкой на лице произнес, что происходит Почему эти идиоты из комнаты управления изменили направление? Почему мы сбились с цели? Разумеется, что ему никто не ответил Поэтому Баррик повернулся к Барриту и закричал «Иди в комнату управления и узнай, что, черт возьми, эти идиоты делают» Разумеется, что тот мигом ушел Хотя он уже и так знал, что случилось, просто не решался об этом сказать Ведь в этом случае он рисковал превратиться в боксерскую грушу Поэтому Баррит поспешил в комнату управления и спросил «Вы можете изменить направление?» Однако в ответ он услышал весьма горький голос «Уже слишком поздно, наши соперники практически идеально рассчитали расстояние, а своей последней массовой атакой сбили нас с курса так, чтобы мы уже не могли попасть по острову Осьминога» Услышав это, Баррит горько улыбнулся, а потом обернулся и полетел обратно на нос судна Где Баррик с яростными глазами наблюдал, как его корабль пролетает мимо своей цели Естественно, что к этому моменту он и сам понял, зачем полпусы наносили все эти удары Глава 1467 Цветной дождь Наблюдая, как корабль Великих Духов проходит мимо острова Осьминога Танцзи не смог удержаться от смеха После чего он повернул голову и похлопал Джао по плечу Младший это и в самом деле была очень хорошо идея Ха-ха-ха, лицо Баррико это что-то действительно невероятное Джао же слегка улыбнулся Это все хорошо, но как мне кажется, после этих нескольких неудач Баррико сознает, что не сможет нанести нам сокрушительное поражение, обладая лишь этими силами, и запросит подкрепление Вот тогда и начнется настоящая война После этих слов Танцзи мгновенно успокоился, после чего кивнул и произнес Да, я боюсь, что настоящие войны нам не избежать Однако для этого потребуется несколько дней, и нам вполне хватит этого времени Так мир сокровищ разработал план, и нам отправит подкрепление в размере 5000 экспертов и довольно много припасов Тем не менее, вам придется сделать как можно больше копий сломанных игл змей Услышав это, Джао некоторое время колебался, а затем горько улыбнулся Брат Тан, ты ведь не хочешь, чтобы я создал для каждого эксперта мира сокровищ копию сломанной иглы змей? Если честно, то я могу и не успеть Более того, зачем вам так много этих артефактов? Ведь созданные мною сломанные иглы змей не такие гибкие, как настоящие, да и их мощность намного хуже Иными словами, это не более чем самое обычное оружие, и в руках действительно сильных экспертов оно способно продемонстрировать более или менее внушающую мощь Более того, чтобы разрушить главный защитный массив про помощи моих копий сломанных игл змей, вам понадобится целых 10 экспертов на стадии разделения духа, а само оружие окажется полностью разрушено Так что, как мне кажется, вам не стоит полагаться на нечто столь неэффективное Танзи же вздохнул и сказал Я все это прекрасно знаю Но, Джа, тебе также стоит кое-что узнать Наш противник мир гигантов, и он использует очень качественное оружие Поэтому ранее, чтобы сражаться с ними, нам приходилось выбрасывать на ветер огромное количество ресурсов, так как наше вооружение куда более хрупкое С другой стороны, артефакты, созданные тобой, достаточно мощные, но при этом относительно недорогие Более того, у него достаточно пробивной силы, чтобы испортить экипировку гигантов Именно поэтому мир сокровища придает настолько огромное значение твоим сломанным иглам змее, и мы будем рады, если ты сумеешь сделать как можно больше этих артефактов Как только Танзи сказал эти слова, Джа кивнул и ответил Хорошо, вы можете быть уверены, что я сделаю все возможные Танзи кивнул, а затем произнес На этот раз вместе с подкреплением прибудут и наши мастера магических артефактов Поэтому можете не волноваться, они помогут вам с изготовлением сломанных игл змей Если конечно способ их создания не является секретом Джа же улыбнулся и ответил Нет, в нем нет ничего особенного Поэтому, как только они прибудут, мне просто нужно будет рассказать им о некоторых нюансах Танзи кивнул и бросил яростный взгляд на корабль гигантов, который как раз совершал большой поворот Если мы сможем победить гигантов, то мир сокровищ получит огромное преимущество Естественно, что ко всем, кто помог нам одержать эту победу, мы не будем относиться несправедливо Причина, по которой Танзи сказал Джа подобное, заключалась в том, что он довольно прямо намекал После завершения этого вопроса ты отправишься в мир сокровищ Джа в свою очередь слегка улыбнулся, но ничего не сказал Честно говоря, он не был заинтересован в присоединении к миру сокровищ Так как уже знал большую часть используемых ими техник То же самое касалось и мира гигантов Поэтому главе клана Будда хотелось бы продолжить изучать поле битвы в Анзи Сейчас ему не давал покоя вопрос, кто же создал это место И какое отношение он имеет к существам, создавшим поле битвы шести миров Тем временем корабль гигантов сделал большой поворот и отойдя на определенное расстояние за мир Похоже, что Баррик и в самом деле обнаружил их слабость Основной недостаток людей мира гигантов это нехватка живой силы Так если бы в их распоряжении имелись дополнительные войска То они могли бы отражать атаки полпусов или попытаться сдерживать основные силы трех миров Пока корабль будет проламывать основной защитный массив Естественно, что все это очень сильно раздражало Баррика Тем не менее, несмотря на все это, он прекрасно понимал, что продолжать дальнейшие попытки атаковать остров осьминогов совершенно бессмысленно Поэтому они облетели базу полпусов, затем удалились на некоторое расстояние После чего Баррик написал сообщение миру гигантов и попросил, как можно быстрее прислать подкрепление Разумеется, что при таких обстоятельствах оставаться возле острова осьминога не имело ни малейшего смысла Поэтому огромный корабль попросту улетел Естественно, что увидев это, эксперты трех миров не могли не обрадоваться Безусловно, они прекрасно понимали, что так просто гиганты не сдадутся Однако эта битва уж точно осталась за ними Более того, на этот раз им удалось выполнить невероятно сложную задачу Они отбросили своих врагов, но при этом скрыли большую часть своей силы И теперь гиганты были уверены, что им не хватило лишь небольшой мелочи, чтобы, наконец, захватить остров осьминога Вот только на этот раз людям трех миров противостоял действительно очень мощный враг Ведь что ни говори, опять тысяч экспертов мира гигантов это действительно весьма существенная сила Танцзе посмотрел на ликовавших экспертов, а потом слегка улыбнулся и повернулся к Джао Хорошо, давайте вернемся и устроим совещание Младший Вэнь, собери всех у меня Услышав это, Танвэнь кивнул, а потом отыскал Конг Мя и Сюи Вузуня Джао и Танцзе же вернулись на остров осьминога Где лидер сил мира сокровищ отправил всех отдыхать, а потом привел Конг Мя, Сюи Вузуня, Танвэня и главу клана Будда в свой пещерный дом После того, как все разместились, Танцзе засмеялся и сказал Я не ожидал, что Баррик будет вынужден вернуться настолько рано Думаю, что он сейчас в невероятной ярости и как раз пишет сообщение в лагерь гигантов В котором просит прислать ему подкрепление, чтобы он мог организовать вторую атаку Услышав это, все слегка засмеялись, так как сейчас они находились в весьма благоприятном расположении духа Да, им не удалось убить ни единого противника, но они все же победили Тем временем Танцзе, посмотрев на всех присутствующих, произнес Помощь от мира сокровищ прибудет уже в ближайшее время, примерно через два часа появится первая партия Поэтому я хотел бы попросить мистера Сюи Вузуня заняться обустройством места для размещения наших новых сил Представитель полпусов в свою очередь немедленно кивнул и сказал Пожалуйста, будьте уверены, я все сделаю Однако, капитан Тан, мне хотелось бы узнать, кто будет командовать этим подкреплением Как только прозвучали эти слова, на них обратил внимание икон Кмиа Честно говоря, подобное не могло не волновать Танцзе довольно хорошо относился как к людям царства бессмертных, так и полпусам Однако это происходило далеко не в последнюю очередь потому, что сейчас полпусы и царства бессмертных располагали куда более мощными силами Однако останется ли отношение к ним прежним, после того как прибудет подкрепление мира сокровищ? Естественно, что больше всего в этой ситуации волновался именно Сюи Вузунь Все дело в том, что ситуация его народа была несколько иной Так царство бессмертных было полезно миру сокровищ в информационной войне против гигантов Более того, Джа должен был присоединиться к этому большому миру Поэтому у лидера подкрепления имелось несколько причин продолжить уважительное общение с конкмя и его подчиненными Но вот с полпусами все совершенно иначе Они не могли предложить миру сокровищ ничего стоящего Более того, обладали довольно скверной репутацией Поэтому после прибытия подкрепления их жизнь могла стать значительно хуже Разумеется, что если Танцзе так и останется главнокомандующим То Сюи Вузунь сможет не волноваться В конце концов, нынешний лидер сил мира сокровищ не являлся лицемером И поэтому, если относился к полпусам хорошо То будет поступать точно так же и в будущем Но если новым главнокомандующим станет лидер подкрепления То тут все может оказаться не так уж радостно Поэтому Сюи Вузунь хотел узнать заранее К чему именно им следует готовиться Естественно, все это прекрасно понимал и Танцзе Так как являлся весьма мудрым человеком Он сразу уже улыбнулся и произнес На этот раз лидером подкрепления является старший брат Мую Он ученик моего мастера и довольно неплохо относится как ко мне, так и к Танвиню Поэтому можете не волноваться Лидер подкреплений довольно хороший и рассудительный человек Услышав имя Мую, Сюи Вузунь не мог не вздохнуть с облегчением Но затем с радостью сказал Подождите, а мастера Мую часом не называют 10 тысяч цветочных дождей? Танцзе же слегка улыбнулся Совершенно верно, мой старший брат Мую Первый мастер молодого поколения в мире сокровищ О его оружии 10 тысяч цветочных дождей Весьма известно на поле битвы в Анцзе Когда Танцзе сказал это, Джао и Конгмиа, наконец, также поняли, о ком идет речь Мую и в самом деле являлся первым мастером молодого поколения в мире сокровищ Но из-за того, что он действовал очень сдержанно О нем мало кто слышал здесь, на поле битвы в Анцзе Однако то же самое нельзя сказать об оружии, которым он пользовался Инструмент Мую называется 10 тысяч цветочных дождей И с его помощью можно использовать одноименную технику Так при его применении начинает казаться, что вы находитесь под дождем из огромного количества цветов Но почти все, кто видел все это своими глазами, мертвы Никто не знает, как Мую использует этот инструмент И никто никогда не видел, как этот артефакт выглядит Но из-за всего этого Мую указывался в нефритовых табличках новичков как человек, которого не стоит обижать Также стоит упомянуть, что у этого человека имелось и второе прозвище, а именно цветочный император И в нефритовых табличках царства бессмертных использовалось именно оно Поэтому они с Конгмио далеко не сразу поняли, о каком человеке шла речь Но все осознали, когда Танцзе упомянул об особом магическом инструменте Услышав, что подкреплением будет руководить Мую, Джао и Конгмио также оказались очень довольны Ведь если этот человек являлся старшим братом Танцзе, то должен обладать куда более мощными силами Иными словами, с ним остров Осьминога будет в полной безопасности Тем временем Танцзе взглянул на всех присутствующих и слегка улыбнулся «Мистер Сюи Вузунь, пожалуйста, обустройте место отдыха для подкрепления Мастер Конгмио, вы можете идти отдыхать, мне же нужно кое-что сказать Джао и Ваню» Глава 1468 Танцзе догадался После того, как Сюи Вузунь и Конгмио ушли, Танцзе повернулся и, глядя на Джао, спросил «Младший, прошу сказать мне правду, каким еще странными техниками, помимо пространственных вы обладаете?» Когда глава клана Будда услышал эти слова, то не смог не ответить «Могу вас заверить, что в моей пространственной магии нет ничего странного» Танцзе же посмотрел на главу клана Будда и произнес «Нет, Джао не стоит уходить от вопроса Я знаю, что у вас есть нечто особенное, и это не ваши техники пространства» Услышав это, Джао замер, а затем его лицо не могло не измениться Неужели Танцзе узнал о пространственной ферме? Подумав об этом, глава клана Будда почувствовала сильное головокружение «Неужели его разоблачили?» Танцзе посмотрел на Джао и слегка улыбнулся «Я уже обо всем догадался, у вас наверняка имеется еще одна колдовская техника И именно она позволяет вам разбирать предметы на составляющие, а потом восстанавливать их, ведь так?» В тот момент, когда Джао приготовился к самому худшему, он услышал слова, которые очень сильно удивили его Танцзе же взглянул на главу клана Будда и понял, что был прав Поэтому он слегка улыбнулся и сказал «Похоже, все и в самом деле так, верно?» «Я слышал, что в мире Галимов был человек со схожими талантами И поэтому сейчас это пространство может похвастаться огромным количеством артефактов Ведь эта сила позволяет узнавать точные методы изготовления, материалы, а также пропорции, верно?» После этих слов Джао почувствовал облегчение Похоже, что Танцзе что-то заподозрил, когда увидел копию сломанной иглы змеи Но его догадка не имела никакого отношения к существованию пространственной фермы Тем временем Джао посмотрел на Танцзе и вздохнул «На самом деле моя колдовская сила — это не только разложение и восстановление, но и синтез Поэтому я могу быстро заменять одни материалы на другие Таким образом мне удается создавать новые магические инструменты и изменять характеристики уже существующих Услышав эти слова, Танцзе с облегчением вздохнул, а затем засмеялся «Хорошо, это действительно здорово!» Иными словами, если мы сможем захватить корабль великих духов То вы сможете узнать, из каких материалов он состоит и какие методы использовались для его создания Джао же улыбнулся и ответил «Все верно, более того, если вы предоставите мне необходимые ресурсы То я смогу создать для вас довольно много кораблей великих духов После этих слов глаза Танцзе засверкали, а затем он засмеялся и спросил «Хорошо, очень хорошо, а что насчет сломанной иглы змеи?» Джао в свою очередь слегка улыбнулся «В этом случае все точно так же Если вы снабдите меня достаточным количеством материалов То я могу создать этот артефакт в любых количествах» Танцзе же засмеялся и похлопал Джао по плечу «Хорошо, это действительно здорово!» «Если исходить из всего этого, то ваш статус в мире сокровищ будет выше, чем у меня» Джао с удивлением посмотрел на Танцзе, а потом озадаченно спросил «Но почему?» «Даже если я довольно хороший мастер артефактов, то ведь должно существовать очень много людей со способностями не хуже, чем у меня» Танцзе посмотрел на главу клана Будда и нетерпеливо покачал головой «Младший, вам и в самом деле очень сильно повезло, ведь вы не знаете, насколько капризна удача» «Каков процент брака при создании магических артефактов?» «Насколько хорош выход инструментов у обычных мастеров?» «Как хорошим результатом считается, если один из десяти магических инструментов окажется таким, как нужно» «Если же вы сможете улучшить этот показатель до одного из пяти, то вас будут считать очень хорошим мастером» «Если же говорить о сложных артефактах, таких как сломанная игла змея, то процент успеха равен один» «Думаю, мне не нужно объяснять, сколько при этом материалов тратится впустую» «Поэтому совершенно неудивительно, что мастер со сто процентов эффективностью получит невероятно огромную известность и влияние» «Джа, услышав подобное, горько улыбнулся» «На самом деле мой процент эффективности не сто процентов, однако все неудавшиеся вещи я могу снова разобрать на компоненты» «Поэтому не стоит считать, что у меня не бывает пустой траты ресурсов, просто она намного ниже» «После этих слов Танзи засмеялся и сказал, ну это уже само по себе крайне удивительно» «Младший, с тобой сила мира сокровищ определенно улучшится» «Могу сказать вам правду, в последние годы мой мир то и дело получал очень хорошие ресурсы, но мы не могли ничего с ними сделать, так как испытывали проблемы с нехваткой мастеров артефактов» «Но теперь эта ситуация уж точно изменится» «Джа же посмотрел на Танзи и сказал, брат Тан, вы, кажется, еще не поняли самое большое преимущество моей техники, что вы делаете со сломанными или трофейными магическими инструментами» «Как только Танзи услышал эти слова, то немедленно моргнул и глубоким голосом произнес, эти вещи могут стать материалами и новыми инструментами, боже, почему я не подумал об этом» «Это действительно просто удивительно» «Сказав это, Танзи не смог усидеть спокойно, он встал и сделал несколько кругов по комнате» «При этом его лицо выдавало невероятно огромное волнение» «Но через некоторое время он успокоился, а потом повернулся, чтобы посмотреть на главу клана Будда» «Джа, насколько вы уверены, что можете справиться с кораблем Великих Духов» «Джа, в свою очередь, слегка улыбнулся» «На сто процентов, будьте уверены, что даже настолько огромный артефакт не вызовет каких-либо проблем» Танзи же нахмурился, а потом произнес «Младший, не стоит быть настолько уверенным, с кораблем Великих Духов не так уж легко справиться» «Джа, в свою очередь, слегка улыбнулся» «Брат Тан, не стоит так волноваться, я могу вам гарантировать, что этот корабль не будет представлять для нас какой-либо угрозы» «Позвольте кое-что показать» Произнеся эти слова, глава клана Будда махнул рукой, и перед ним появилась сломанная игла змей Но это была не копия, более того, этот артефакт выглядел куда более гибким, чем оригинал Увидев этот магический инструмент, Танзи просто не мог не протянуть руку, чтобы дотронуться до него Но, естественно, что ему так ничего не удалось обнаружить Поэтому он немедленно проверил свое пространственное хранилище и вздохнул с облегчением Когда понял, что его сломанная игла змей никуда не пропала Но потом Танзи озадаченно посмотрел на Джа и спросил, что все это значит Глава клана Будда, в свою очередь, слегка улыбнулся «Думаю, вам уже известно, что мое магическое оружие «Серебряный союзник» было создано гением моего мира Оно весьма схоже с золотым посохом Конкмиа, но обладает как своими преимуществами, так и недостатками Поэтому можно сказать, что эта сломанная игла змей тоже является копией, но она намного лучше, чем то, что создал я Тем не менее, ее истинная мощь довольно хороша Вот только если после попадания по кораблю она сломается, я вполне смогу немедленно восстановить ее, а потом использовать повторно Таким образом судно гигантов не сможет противостоять подобной серии ударов Как только Танзи услышал эти слова, его глаза стали ярче, а затем он засмеялся Хорошо, это и в самом деле очень здорово Посмотрим, как на подобное отреагируют эти высокомерные парни Чжао в свою очередь слегка улыбнулся, но ничего не сказал После этого Танзи, Чжао и Танвынь обсудили еще некоторые вопросы Однако в какой-то момент лидер сил мира сокровищ произнес Младшие, пришло время встретить старшего брата Мую После этих слов Чжао и Танвынь встали, а затем все трое вышли на улицу Оказавшись снаружи, Танзи немедленно попросил уведомить о происходящем Сюи Вузуня и Конкмиа После этого он отправился к транспортному массиву Мую обладал действительно высоким статусом в мире сокровищ Можно сказать, что в будущем он вполне мог стать одним из лидеров этого пространства Поэтому вполне естественно, что ни Танзи, ни Сюи Вузунь с Конкмиа не могли позволить себе пренебречь настолько важным человеком А через некоторое время многие люди поспешили прийти к транспортному массиву Когда все собрались, Танзи осмотрелся, а потом, обращаясь к Сюи Вузуню, спросил «У вас все готовы?» Тот в свою очередь кивнул и ответил «Капитан Тан, будьте уверены, все готовы! Как только прибудет подкрепление, им не придется искать места, чтобы разместиться, поэтому можете не волноваться» Услышав это, Танзи кивнул и спросил «Есть ли какие-нибудь новости от постов наблюдения снаружи?» Естественно, что за всеми действиями гигантов следили полпусы Так как их было очень сложно найти, и поэтому они вполне успешно скрывались от взора врагов На что Сюи Вузунь глубоким голосом ответил «Я приказал наблюдателям отправлять отчеты каждый час Однако пока они не сообщили ничего особенного Похоже, что гиганты и в самом деле отступили и просто ждут прибытия подкреплений Услышав это, Танзи кивнул и сказал «Хорошо, значит все так, как мы и ожидали» Баррик собирался привлечь дополнительные силы и лишь потом перейти в наступление Но на этот раз его войска значительно вырастут в размере Поэтому даже если у нас тоже будет подкрепление, нам необходимо действовать крайне осторожно Ведь если верить моему предыдущему опыту столкновения с миром гигантов То они могут прислать едва ли не 50 000 экспертов После того, как Сюи Вузунь и Конг Мя услышали Как Танзи произнес эти слова, то не могли не побледнеть Полпус даже пробормотал 50 000 Но разве после этого их число не достигнет 55 000? Танзи кивнул и потом добавил «Их может быть еще больше, но не меньше» «А сколько у нас?» Даже с силами брата Муи общая численность составит около 30 000 Иными словами, нас практически в два раза меньше Именно поэтому мы и должны быть очень осторожны В конце концов, численное преимущество – это довольно важный фактор Услышав это, Сюи Вузунь и Конг Мя кивнули Они оба прекрасно понимали, что для больших миров потеря 30 000 может и не стать фатальной, однако ни царства бессмертных, ни полпусы не смогут пережить подобный удар Поэтому сейчас им во что бы это ни стало придется выиграть войну с гигантами, иначе их всех ждет забвение Глава 1469 Мую Произошла вспышка белого света, и на площадке транспортного массива появилось около сотни фигур Все новоприбывшие носили черную одежду Возглавлял же их человек в возрасте около 30 лет Он обладал длинными черными волосами, собранными в хвост, белой кожей и нежной улыбкой Благодаря этому от него так и веяло элегантностью Тем не менее, этого человека нельзя было назвать красивым Однако он обладал весьма привлекательным характером Глядя на него, скорее можно решить, что перед вами не закаленный в боях эксперт, а самый обычный, кроткий ученый Хотя на нем был точно такой же черный наряд, как на всех остальных, вы никогда не сможете почувствовать в нем угрозы Но когда Чжа увидел этого человека, то не мог не удивиться Честно говоря, он очень сильно напоминал его самого Тем не менее, глава клана Будда прекрасно осознавал, насколько опасным может быть вот такой вот мастер скрытого оружия Тем временем Тан Цзе уже вышел вперед и произнес Я рад видеть старшего брата Мую Естественно, что все остальные последовали его примеру Мую же тихо хихикнул и сказал Маленький Цзе, с каких пор ты начал называть меня старший брат Мую? Хочешь, чтобы я ударил тебя? Как только Тан Цзе услышал эти слова, то не смог сдержать улыбку и сказал Брат Му, разве мы сейчас не говорим при посторонних? Как я могу позволить себе подобную фамильярность? Ах, да, позволь представить тебе Чжаа Мир сокровищ предложил ему присоединиться к нам После того, как все закончатся, и он согласился После этих слов глава клана Будда сделал несколько шагов вперед Потом поклонился и сказал Я рад видеть старшего брата Мую Мую посмотрел на Чжаа с улыбкой, а затем улыбнулся и сказал Не будь таким вежливым, как младший Цзе Зови меня просто брат Му Младший Чжаа, а ведь твоя известность на поле битвы в Ньцзе во много раз превышает мою Что ни говори, а я тебе действительно очень завидую Чжаа же с улыбкой ответил Мой брат не стоит смущать меня столь хвалебными словами Услышав подобное от главы клана Будда Мую не мог удержаться от смеха и произнес Я не думал, что мои слова могут смутить тебя В таком случае прошу простить меня за это Цзе в свою очередь слегка улыбнулся и сказал Брат Му это мастер Конг Мя и мистер Сюи Вузунь После этих слов Конг Мя и Сюи Вузунь вышли вперед и сказали Рады видеть мистера Мую Тот в свою очередь кивнул и улыбнулся Тот факт, что вы двое решили присоединиться к моему миру сокровищ Действительно большая удача Поэтому позвольте поблагодарить вас от имени моего народа Естественно, что Конг Мя и Сюи Вузунь поспешили ответить Не стоит сэр, это нам следует поблагодарить вас и мир сокровищ за оказанную помощь На что Мую, слегка улыбнувшись, ответил Ну, вам не нужно говорить ничего подобного Такая вежливость уж точно излишня Младший Цзи, где мы можем отдохнуть Если все организовано, то пусть моих подчиненных отведут туда А я бы хотел услышать подробности той ситуации, в которой мы оказались Тан Цзи немедленно кивнул, а потом позволил полпусам отвезти новоприбывших к месту отдыха После чего сопроводил Мую в подготовленный для него пещерный дом Последний отличался куда большим размером и намного лучшим декором, чем тот, что достался ему Иными словами, полпусы делали все возможные, чтобы показать, насколько они хорошие Когда все расположились, Тан Цзи очень детально рассказал Мую о сложившейся ситуации, а также о вкладе Чжао в нынешнюю войну Мую внимательно слушал, а когда Тан Цзи закончил, то вздохнул и сказал Хорошо, вы довольно неплохо справились с поставленными задачами Тем не менее, гиганты вернутся с куда большими силами, и поэтому нам следует быть крайне осторожными Тан Цзи кивнул и сказал Мы довольно долго думали об этом На данный момент самую огромную опасность для нашей обороны представляет корабль Великих Духов Если мы сумеем нейтрализовать его, то напасть на остров Осьминога станет намного сложнее Мую кивнул и сказал Это правда, но вам следует очень хорошо подготовиться В распоряжении гигантов также имеется сломанная игла змей Поэтому если они ее принесут, то мы не сможем их остановить Так что нам следует быть крайне осторожными Более того, вы уверены, что сумеете совладать с кораблем Великих Духов? Тан Цзи же с улыбкой ответил Брат Ю, можете быть уверены, что с этим не возникнет никаких проблем Я ведь отправлял вам информацию о копиях сломанной иглы змей Так что, до тех пор, пока у нас есть это оружие Расправиться с кораблем Великих Духов не такая уж огромная проблема Мую кивнул, а потом повернулся и, глядя на главу клана Будда, улыбнулся и сказал Джа, твой талант и в самом деле дар небес Мы провели несколько опытов с твоей копией сломанной иглы змей И сумели подтвердить, что она действительно обладает огромной мощью Думаю, что с таким оружием мы и в самом деле сумеем справиться с кораблем Великих Духов Джа же слегка улыбнулся и ответил Большой брат Му, не стоит так сильно преувеличивать У созданного мной оружия имеются как преимущества, так и недостатки К тому же, ему еще очень далеко до оригинала Услышав это, Мую засмеялся и сказал Джа, тебе не следует быть таким скромным Создать настоящую сломанную иглу змей не так-то просто Поэтому даже такие копии, это уже само по себе очень здорово Более того, думаю, что в войне с миром гигантов они могут стать едва ли не нашим главным оружием После этих слов Джа слегка улыбнулся, а потом ответил Магическое оружие, это хорошо, но самое главное, это уметь его правильно использовать Брат Му, благодарю за высокую оценку моего таланта Мую в свою очередь махнул рукой и больше не обсуждал эту тему Вместо этого он повернулся к Танцзи и сказал Чем сейчас заняты гиганты? Тот же лишь покачал головой и сказал Пока ничем По крайней мере в пределах радиуса тысяч лет Острова Осьминога нет ни одного гиганта Поэтому мне точно неизвестно, что они предпринимают Джа, может вам что-то известно? После этих слов глава клана Будо кивнул и сказал Да, кое-что я знаю Они сейчас находятся в старом лагере мира Юлзонг и отдыхают Ожидая подкрепления Услышав это, Мую кивнул и сказал Я кое-что слышал об этом мире Кажется, он принадлежит к средним демоническим Сказав эти слова, он вынул магический инструмент, похожий на зеркало Затем он протянул к нему руку и артефакт вспыхнул После этого на зеркале появилась карта Она становилась все больше и больше до тех пор, пока не превратилась в трехмерную Затем карта начала довольно быстро двигаться, пока не остановилась на конкретном месте Когда же Джа и остальные присмотрелись, то поняли, что сейчас она отображает территорию мира гигантов Тем временем Мую притронулся к ней пальцем и приблизил окрестности острова Осьминога Потом он указал на определенное место и сказал Вот здесь находится главный лагерь мира Юлзонг От него до острова Осьминога не менее трех дней Поэтому даже воспользовавшись транспортным массивом, гигантам понадобится некоторое время, чтобы вернуться назад Сказав это, Мую повернул голову и посмотрел на главу клана Будда Младший Джа, ты уверен, что гиганты сейчас в лагере Юлзонг? Тот в свою очередь кивнул и ответил Абсолютно Некоторым из моих маленьких мертвецов удалось проникнуть на их корабль, поэтому я не могу ошибаться Мую кивнул и задал еще один вопрос А подкрепления уже прибыли? Тем не менее, Джа покачал головой и ответил Нет, так как гиганты лишь недавно достигли этого лагеря, подкрепления еще нет Однако, я думаю, что они должны появиться уже в ближайшее время Мую кивнул и сказал Хорошо, продолжай вести наблюдение Как только появятся дополнительные силы, сразу же сообщи мне, а потом постарайся сосчитать их количество Джа в свою очередь кивнул и сказал Да, пожалуйста, будьте уверены Глава клана Будда прекрасно понимал, что Мую очень сильно беспокоился, что гиганты тоже начнут использовать сломанные иглы змей В этом случае все может стать куда более хлопотным Тем временем Мую посмотрел на всех присутствующих и сказал Я хочу рассказать вам действительно хорошие новости В то время как вы покинули старый лагерь царства бессмертных и пришли на остров Осьминога Мир сокровищ приступил к реализации второй стадии нашего плана Так что теперь нам необходимо лишь противостоять нападениям гигантов Чем дольше мы их блокируем, тем лучше Более того, чем больше сил они стянут к острову Осьминога, тем больше урона получит их авторитет Естественно, что подобное станет невероятно плохим сюрпризом для гигантов Но я надеюсь, что вы все будете с огромной точностью выполнять все мои приказы Как только прозвучали эти слова, все в унисон ответили Будем рады служить под вашим командованием Мую кивнул, а потом сказал Хорошо, я знаю, что у царства бессмертных и народа полпусов имеются некоторые опасения Вы сражались с нашим миром и убили некоторых из наших собратьев А теперь вы боитесь, что после завершения всех этих событий вас будет ждать возмездие Ну так вот, мы никогда не станем поступать подобным образом Если необходимо, я даже готов поклясться собственным сердцем, чтобы подтвердить сказанные мною слова Поэтому можете не волноваться Услышав эти слова, Конг Мяэсю и Вузунь почувствовали облегчение Они прекрасно знали, что клятва сердцем это очень и очень серьезно Поэтому оба встали и сказали Готовы служить миру сокровищ Глава 1470 Массив печи Мую посмотрел на Джа и усмехнулся Младший, среди людей, которые пришли со мной Довольно много мастеров артефактов Так что тебе следует научить их создавать копии сломанных игл змей К этому время Конг Мяэсю и Вузунь уже ушли Поэтому в пещере сидели только Мую, Танзи, Танвыни Джаа Глава клана Будда, в свою очередь, слегка улыбнулся и сказал Брат Му, будьте уверены, я не собираюсь ничего скрывать Услышав это, Мую с удовлетворением кивнул А потом улыбнулся Джаа, можешь быть уверен, что все твои заслуги будут оценены по достоинству Тем не менее, прежде чем Джаа успел что-либо ответить, Танзи слегка улыбнулся и рассказал Мую об истинных способностях главы клана Будда Когда новый лидер сил мира сокровищ услышал о них, то сначала озадачен на замер, но потом действительно обрадовался Однако не мог не спросить Младший Джаа, все это правда? Глава клана Будда, в свою очередь, решительным голосом ответил Да, это правда Услышав это, Мую засмеялся и сказал Хорошо, это действительно очень хорошо Эти идиоты из мира гигантов проморгали самые настоящие сокровища и действительно заслуживают смерти После этих слов Джаа усмехнулся, но так ничего и не сказал Что же касается Мую, то он произнес Джаа, пойдем, я отведу тебя к нашим мастерам И ты немедленно передашь им методы изготовления копий сломанной иглы змей После этого вы должны сразу же приступить к производству оружия Чтобы к началу новой атаки гигантов в нашем распоряжении оказалось около 100 таких артефактов Услышав подобное, Джаа не мог не закричать 100 игл? Всего за несколько дней, Мую же посмотрел на главу клана Будда и сказал Естественно, подобное количество лишь приоритетная цель А так вы должны сделать столько, сколько успеете Разумеется, что вам предоставят все необходимые материалы После этих слов Джаа озадаченно посмотрел на Мую Большой брат, но что вы собираетесь делать с таким большим количеством копий сломанных игл змей? Да, их мощь может быть довольно огромной при коллективном использовании Но при индивидуальном использовании она относительно скромная Более того, это оружие не так уж эффективно против главных защитных массивов Услышав подобное, Мую горько улыбнулся Все это чистая правда Но ты новичок на поле боя в Антзе И поэтому не знаешь многих вещей Мы довольно часто заканчивали наши битвы с миром гигантов в ничью Так как наши враги в самый критический момент использовали свои огромные артефакты И наносили сокрушительный удар После этих слов Джаа сразу же понял ход мыслей Мую Поэтому он посмотрел на него и спросил Вы имеете в виду, что хотите противопоставить мощь игл решающей атаки огромных артефактов? Мую кивнул и ответил Да, гиганты постоянно побеждают нас этим оружием Поэтому мы хотим его уничтожить Что же касается игл То они малоэффективны против небольших и ловких целей Но вполне способны нанести значительный урон крупным объектам с хорошей защитой Ведь так После этих слов Джаа не мог не кивнуть Так как Мую был абсолютно прав Его копии сломанной иглы змеи Из-за сравнительно небольшой площади поражения Не могли эффективно использоваться против живой силы Так даже после попадания в формацию из 10.000 Солдат они нанесут не такой уж большой урон С другой стороны Благодаря большому проникающему эффекту Это оружие было способно нанести весьма ужасающий урон Различным большим механизмам и артефактам Более того, копии сломанной иглы змеи обладали сравнительно небольшой стоимостью Да, при их создании использовались хорошие материалы Но последние не относились к категории редких или труднодоступных Поэтому большой мир мог позволить себе использовать их в огромных количествах Если говорить земными аналогами То копии сломанных игл змеи это что-то вроде базук Они эффективны против танков или укреплений Но практически бесполезны против пехоты То же самое можно сказать и о стоимости Так базука стоит несравнимо меньше, чем самый дешевый танк Поэтому подобное оружие и выгодно использовать против бронетехники Мую посмотрел на Чжао пронзительным взглядом и глубоким голосом Противостояние между миром сокровищ и миром гигантов длится слишком долго И, похоже, пришло время положить этому конец Чжао не стал больше ни о чем спрашивать или перебивать Мую Он прекрасно знал, насколько эксперты мира сокровищ ненавидели гигантов И поэтому в такие моменты их лучше не трогать Через некоторое время Мую наконец успокоился А затем они вместе с Чжао отправились в самый большой из пещерных домов Именно там их ждали мастера артефактов Тем не менее, в этом доме никто из них не жил Он был приготовлен сюевузунем для использования в качестве мастерской Все дело в том, что обычно мастера артефактов привыкли работать в тишине и спокойствии Ведь одна малейшая ошибка может уничтожить невероятно дорогостоящий артефакт Но порой подобное просто невозможно Например, при создании сломанной иглы змей Этот тип магического инструмента слишком большой И если его будет создавать всего один человек То на все про все у него может уйти три месяца Более того, не факт, что ему удастся добиться успеха Следовательно, между мастерами существовало определенное взаимодействие И разделение обязанностей Таким образом, все методы работы можно было разделить на три типа Первый – индивидуальный Человек работал без использования дополнительных инструментов Полагаясь лишь на свои силы Естественно, что в этом случае все шло очень долго Поэтому таким способом создавали только самые простые артефакты Второй – использовать печь для переработки материалов Печь – это особый магический инструмент Что используется только при создании артефактов и контролируется волей мастера А вот энергия для ее работы обеспечивается магическими кристаллами Таким образом, мастеру нужно лишь контролировать силу пламени При помощи последнего можно как переплавлять материалы, так и очищать их Более того, им же вы будете выжигать магические массивы на артефактах Тем не менее, подобный способ подходит лишь для создания средних и малых магических инструментов А вот создать нечто большое вы не сможете Так как, во-первых, печь не очень большая А во-вторых, создать большой артефакт без сотрудничества нескольких мастеров попросту невозможно Но если несколько мастеров работают вместе То им нет смысла использовать печь, они полагаются на горн Если же говорить об отличиях, то печь, по сути, это котел Он может быть как маленьким размером с ладонь, так и большим достигая 3 метров в диаметре С другой стороны, горн это магическая формация И она может занимать площадь в несколько квадратных метров, что вполне нормально Вот только, что делать, если ваш горн 10 метров А вам необходимо изготовить сломанную иглу змея, длина которой превышает сотню метров Здесь стоит упомянуть еще одну особенность горнов, а именно внутреннее пространство Что же в нем такого особенного? Все дело в том, что оно такое же, как на Плутоне Иными словами, внутренняя часть горнов могла значительно превышать их общую площадь Именно благодаря этому мастера могли создавать большие магические инструменты Тем не менее, у горнов имелись и свои пределы Так самым большим, что вы могли вытащить из них, являлась лодка Линюн Если же вам нужно сделать что-то более крупное, к примеру, такое, как корабль Великих Духов То у вас ничего не получится Таким образом, чтобы получить подобные магические инструменты Их приходилось создавать по частям, а затем собирать вместе Впрочем, для создания сломанной иглы Змея Миру сокровищ хватит и самых обычных горнов Структура последних представляла собой магический круг с восемью точками, на которых должен стоять человек Каждый из них отвечал за определенные операции Добавление материалов, контроль пламени, закалка, выжигание массивов, формирование формы и т.д. На этот раз Мую пришло более 160 мастеров артефактов, и они принесли с собой 10 горнов Иными словами, все, чтобы производство копий сломанной иглы Змея не прекращалось ни на минуту Естественно, чтобы разместить 10 горнов, вам потребуется довольно много места Более того, также необходимо создать и склад для хранения ресурсов и готовых артефактов Поэтому Суевузу не отдал в распоряжение сил мира сокровищ самый большой склад полпусов Как только Джаахай прибыл сюда с Мую, то оказался ошеломлен открывшейся перед ним картиной Десяток огромных металлических артефактов занимал площадь в десятки квадратных метров Эти магические инструменты даже на первый взгляд казались очень сложными, а также весьма таинственными За каждый из горнов отвечали по 16 человек Сейчас они были полностью готовы, и 8 из них стояли на специальных платформах Тем не менее, когда эти люди увидели Мую, то поклонились ему и сказали Мы рады видеть старшего Мую махнул рукой и, повернувшись к главе клана Будда, сказал Младший Джаа, расскажи им о методах создания копий сломанных игл, а также направь их действия во время работы Ты сможешь следить за всеми процессами переработки, оставаясь снаружи горно Естественно, что после того, как Джаа увидел заинтересованность Танцзе в его сломанных иглах змеи Он приказал универсальному анализатору разработать методы их создания с использованием стандартных инструментов Поэтому сейчас в распоряжении Джаа имелись подробные инструкции Тем не менее, сейчас глава клана Будда, услышав слова Мую, горько улыбнуться Большой брат, все эти люди мастера своего дела и куда лучше меня разбираются в создании артефактов Поэтому я не смогу управлять ими, тем более мои методы довольно особенные Тем не менее, я записал всю последовательность процессов создания оружия Думаю, что столь опытные мастера, лишь взглянув на мои записи, сами сумеют понять Как им лучше приступить к изготовлению этих магических артефактов Услышав, что сказал Джаа, Мую кивнул Честно говоря, раньше его весьма удивлял тот факт, что глава клана Будда сумел в одиночку создать нечто мощное Однако теперь он знал, что тот использовал свои колдовские техники, а не стандартные методы Естественно, что Мую не мог не волноваться, что глава клана Будда не знает, как ему удается создавать сломанные иглы змей Но услышав, что Джаа все-таки сумел записать все необходимые действия, он смог вздохнуть с облегчением Так что Мую махнул рукой, а глава клана Будда достал нефритовую табличку и передал ее лидеру сил мира сокровищ Большой брат, вот все методы, необходимые для создания артефактов Глава 1471 Становится все интереснее и интересней Мую кивнул, а потом взял нефритовую табличку Честно говоря, он был немного обеспокоен тем, что Джаа не сможет полноценно описать создание сломанной иглы змей Тем не менее, проверив нефритовую табличку он почувствовал облегчение Давнее не имелось какой-либо информации о том, какими инструментами следует воспользоваться Но довольно четко описывала, что именно нужно сделать в тот или иной момент А также когда нужно добавлять компоненты, каким пламенем пользоваться Иными словами, используя эту нефритовую табличку создать артефакт могли и обычные ученики Что уж говорить о настоящих смастерах Мую кивнул, а потом бросил нефритовую табличку одному из мастеров и произнец Сделайте копии, изучите записи и беритесь за работу Тот в свою очередь кивнул, а потом немедленно принялся за выполнение указаний Через некое такое время у всех смастеров артефактов была своя копия нефритовой таблички Поэтому Мую вернул оригинал Джаа Тот же махнул, а потом с улыбкой произнес Брат Му, не стоит она мне уж точно не нужна Мую также не стал играть в излишнюю вежливость Он кивнул, а потом посмотрев на мастеров произнес Внимательно изучите все необходимые процессы и распределите обязанности Потом у вас еще будет возможность внести определенные изменения Но сейчас пользуйтесь тем, что есть и постарайтесь создать как можно больше артефактов После этих слов масти покивнули, но ничего не ответили Тем временем Джаа посмотрел на Мую и произнес Большой брат с вашего позволения я вернусь к себе и тоже возьмусь за работу Естественно, что лидер сил мира сокровищ не стал возражать против подобного и просто кивнул Джаа же оказавшись в своем пещерном доме немедленно отправился в пространственную ферму Как только глава клана Будда прибыл на место, то сразу же запустил изготовление копий сломанных с игл змеи Естественно, что весь процесс осуществлялся машинами и Джаа мог совершенно спокойно создавать всего на всего за один день до 10.000 штук Поэтому глава клана Будда совершенно не беспокоился о производстве Ранее разговаривая о Цему Ю, глава клана Будда испытывал огромное напряжение Он не мог позволить лидеру сил мира сокровищ понять, что способен создать 100 копий сломанных с игл змеи в считанные минуты Разобравшись с универсальной производственной машиной, Джаа решил провести эти три дня отдыхая вместе со своими супругами Честно говоря, на его супруг в последнее время и в самом деле свалилось довольно много дел И речь идет не только о помощи в сражениях с миром сокровищ У Никсы без этого имелась куча различных вопросов, что требовали их внимания Более того, теперь девушкам даже было ни ци кем поговорить Все их бывшие друзья проживали в пространственной ферме и естественно считали Джаа богом Ну, а супругой бога может быть только богиня И как результат столь весьма логического вывода Все с кем пытались встретиться девушки начинали чувствовать себя довольно неуютно Нет, безусловно, существовали и люди, которые не считали Джаа богом К примеру, Кевин, Мерине и Грин Однако, за исключением ограниченного числа, все они являлись невероятными трудоголиками Так что порой даже сам глава клана Будда не мог понять, что именно они сейчас исследовали Что уж тогда говорить о Лауре и остальных Из-за всего этого Джаа чувствовал огромную вину Ведь по сути девушки оказались в самой настоящей изоляции Именно поэтому глава клана Будда и хотел проводить побольше времени со своими супругами Более того, в будущем он планировал забрать всех своих девушек с пространственной фермы И продемонстрировать всему миру, что его сила настолько огромна лишь потому Что за ним стоят очень мудрые женщины Разумеется, что сами девушки тоже об этом прекрасно знали Тем не менее, они не обижались, так как хорошо понимали Что Икс возлюбленный не способен полностью контролировать те или иные вопросы Однако сегодня Джаа оказался несколько удивлен Каждый раз, когда он возвращается к пространственной вилле Девушки выходили, чтобы поприветствовать его Но сегодня все было совершенно иначе Естественно, что подобное не могло не озадачивать Когда же Джаа вошел в гостиную То заметил, что девушки внимательно следили за изображением на экране Взглянув на кухню, Джаа обнаружил, что Мошен сидел на кухне и ел Но все кроме него собрались у экрана Естественно, что Джаа тоже посмотрел на экран и заметил на нем лишь Танцзи Однако ведь тот уже сказал, что у царства Бессмертный Икс не будет никаких проблем Самое главное это одолеть мир гигантов Но тогда зачем же девушки так пристально наблюдают за этим парнем Джаа посмотрел на Лауру, а затем подошел и сел возле нее Что-то не так Зачем вы наблюдаете за ним? Неужели этот Танцзи куда более привлекателен, чем я? Лаупа же посмотрела на своего возлюбленного и сказала Старший брат Джаа, а тебе не показалось, что Танцзи забыл упомянуть о одной маленькой проблеме? Джаа же озадаченно посмотрел на Лауру и спросил А, что есть какая-то проблема? И в чем же она заключается? Почему я ничего не заметил? Лаура же глубоким голосом ответила Безусловно, что мир сокровищ получит определенное преимущество, когда одолеет мир гигантов Но ты ведь заметил, что когда Танцзи говорил об этом, то рассказывал о какой-то неожиданно огромной выгоде Вот то такие вещи, как возросший авторитет, территория мира гигантов, контроль над новыми мирами и дополнительные ресурсы вполне обыденные вещи Так в чем же тогда заключается неожиданная выгода? И о каких тогда преимуществах упоминал Танцзи? Более того, ты ведь заметил, что когда Мую говорил о том, что собирается положить конец многолетнему противостоянию между двумя мирами, то это звучало как-то неправильно, словно он был чем-то немного одержим А ведь подобное невозможно, ведь он является экспертом на стадии разделения духа и невероятно силен Так что за ненавистью двух миров друг к другу должно стоять что-то еще Когда Джао услышал подобное, то не мог не начать хмуриться Затем он и вовсе скис Честно говоря, ранее ему в голову не приходили вот такие мысли Однако теперь он тоже почувствовал, что здесь что-то не так и поэтому спросил, что ты хочешь этим сказать? Лаупа же посмотрела на своего возлюбленного и спросила Брат Джао, а ты помнишь, что произошло на поле битвы шести миров? Джао сразу же поняла, чем говорит Лаупа и поэтому он, глядя на нее произнец Ты хочешь сказать, что поле битвы шести миров на самом деле находится где-то на поле битвы Ваньцзе? Тем не менее, Лаура покачала головой и ответила Нет, я имела в виду не это, а несколько иное Что мы знали о поле битвы шести миров до того, как вознеслись? Более того, попав туда, разве мы хоть что-то услышали о поле битвы Ваньцзе? Нет, фактически, нам стало о нем известно лишь после битвы с мастер Хуаном Женрином Более того, он и Фэн Баймин рассказывая о нем тоже вели себя несколько странно Так что мы по-настоящему узнали о его существовании лишь после того, как за тобой пришли монахи Поэтому, как мне кажется, за этими большими мирами стоят еще более могущественные силы И именно они управляют их действиями Так что на самом деле мир сокровищ и мир гигантов могут не хотеть воевать друг с другом Но есть причина, из-за которой они не способны поступить иначе Может быть, поле битвы Ваньцзе в глазах некоторых куда более могущественных людей Просто песочница для детей, так же как для монахов, поле битвы шести миров Они ведь никогда не выходят на него Так что и здесь может быть вполне схожая ситуация Что же касается конфликта двух больших миров То вполне вероятно, таким образом одна могущественная сила желает пошатнуть фундамент другой Услышав это, Джо наконец поняла, чем именно говорила Лаура Поэтому он посмотрел на нее и произнец Ты имеешь в виду, что после того, как я войду в мир сокровищ То, возможно, столкнусь с более сильным существами Лаупа кивнула, а потом произнесла Возможно, так и будет Но узнать об этом мы сможем лишь после того, как ты войдешь в мип сокровищ Джа же кивнул, а потом выдохнул и произнец Ранее мне казалось все это довольно скучным Но похоже, что на самом деле все гораздо интереснее, чем я думал Лаупа в свою очередь слегка улыбнулась Хорошо, но старший брат Джа тебе следует быть готовым к любым сюрпризам Ранее, до вознесения, мы считали, что выше царства бессмертных Ничего нет, но потом узнали о искусственно созданном поле битвы шести миров Так что вполне вероятно, в мире сокровищ нас могут ждать еще более глобальные потрясения Джа кивнул, а потом глубоким голосом сказал Б этом действительно есть смысл Но тогда сложившаяся ситуация будет становиться все более и более интересной Как тебе кажется, может я встречу там еще кого-то, кто использует энергию веры Но, что мне тогда делать? Хэм, а может ею никто и не пользуется? Лаупа же услышав подобное слегка улыбнулась Думаю, что на это не стоит рассчитывать Раз такие техники есть в царстве бессмертных То как икс может не быть в большом мире? Брат Джа, мне кажется, тебе следует спросить об этом у Танцзи Возможно, он сможет рассказать тебе нечто действительно интересное Джа кивнул, а потом сказал Кто знает, может быть я и в самом деле поступлю подобным образом Возможно, слова Танцзи действительно помогут мне намного лучше понять силу веры Но сейчас давайте не будем об этом Быти несколько дней мне бы очень хотелось отдохнуть Поэтому дамы как насчет того, чтобы посетить ванну Услышав эти слова девушки смутились так как икс мог услышать Мошин Парень ведь все еще находился на кухне Тем не менее, когда Мэг заглянула туда, то поняла, что он попросту уснул Глава клана Будда знал, что Мошину нравилось оставаться в пространственной ферме Да и Джа гораздо меньше нервничал, зная, что его не слишком умный брат в полной безопасности и сыт Поэтому сейчас Джа забросил спящего Мошина в свободную комнату А потом возглавив группу стесняющихся девушек отправился в бассейн с горячими источниками Естественно, что на нынешнем уровне развития ему уже не требовалось мыться Но зачем отказывать себе в подобных кс удовольствия кс Тем временем, в отличие от отдыхающего Джаа, Мую был очень занят Благодаря детально описанному процессу изготовления копий сломанных кс игл змея И невероятно опытным мастерам артефактов Процедура изготовления артефактов продвигалась с опережением графика Естественно, что Мую это не могло не нравиться Так как Джаа вернулся в свой пещерный дом И тоже занялся созданием созданием магических артефактов Все неудавшиеся экземпляры в конечном итоге снова смогут стать весьма полезными материалами Что же касается Мую, то он остался в мастерской и внимательно следил за работой мастеров Он прекрасно осознавал насколько важными являются копии сломанных кс игл змеи Ведь по сути им нет никакой альтернативы Поэтому Мую увидел в них с надежду на полную победу мипа сокровища прекращения невероятно долгой А также очень изматывающей вражды Глава 1472 Сила врага Хотя Джаа отдыхал, он не только бездельничал Глава клана Будда внезапно вспомнил, что когда гостил у русалок То выучил особый метод очистки при помощи воды Джаа изучил этот метод у народов моря Но поскольку у него имелась универсальная перерабатывающая машина Он довольно редко использовал икс Теперь же он использовал их, чтобы укрепить раковины лазурных драконьих улиток Правда последние настолько сильно прижились в пространственной ферме Что без помощи со стороны главы клана Будда и вовсе отказывались умирать Что же касается раковин, то после обработки они приобретали просто удивительную твердость Кроме лазурных драконьих улиток Джаа использовал технику очистки водой на некоторых других магических животных Тем не менее ему пришлось столкнуться не только с преимуществами, но и недостатками Одной из основных проблем являлась сама вода Для очистки жидкостью требуется очень большое количество воды Более того, чем выше ее качество, тем лучше результат Бовтор Икс вам потребуется слишком много времени Подобный метод очистки очень длительная процедура Она в десятки раз медленнее, чем при использовании пламени Так что это и в самом деле невероятно огромный недостаток Впрочем, у этого метода имелась и масса преимуществ Во-первых, до тех пор пока у вас достаточно воды Вы можете проводить очистку практически до бесконечности Более того, вам ничего не мешает работать с действительно огромными артефактами Таким как корабль Великих Духов Вероятность неудачи при очистке водой в отличие от огня очень маленькая Поскольку этот метод являлся относительно щадящим Поэтому при достаточном количестве воды и времени шанс успеха может достигать 100% И при этом получившиеся артефакты будут обладать достаточно высоким уровнем Причина, по которой Джао внезапно вспомнил о этом способе заключается в том, что он решил, что этот метод очистки весьма подходит для использования большими мирами Эти пространства обладали доступом к качественным запасам воды, а также могли позволить себе создать нечто наподобие горна, только основанное на использовании жидкости Хо естественно, что самым важным является именно показатель успеха Джао не желал, чтобы его постоянно использовали в качестве дезинтегратора для неудавшихся артефактов Поэтому он решил заняться проработкой метода очистки водой, чтобы потом передать его в руки Мую Что касается того, почему Джао боялся превратиться в дезинтегратор, то тут все довольно просто Он прекрасно видел, насколько часто ошибались уже опытные мастера артефактов Честно говоря, это было просто ужасно Так 10% от изготовленных ксами сломанных игл змеи оказывались совершенно бесполезными Но ведь это не такой уж сложный артефакт Поэтому если ранее услышав от Танзи, что шанс создать огромный артефакт был равен 10%, Джао не предал этому большого значения То теперь он осознал всю глубину возникшей перед ним проблемы Более того, увидев, что Мую очень доволен подобными результатами, глава клана Будо не знал плакать ему или смеяться Как такой показатель успеха можно хвалить, это ведь попросту невероятно Пробыв в пространственной ферме три дня, Джао вернулся в свой пещерный дом Ко этому моменту он сумел завершить работу и записал метод очистки водой на нефритовую табличку По сути все было не так уж сложно, но из-за некоторого клишированного мышления все почему-то считали, что эффективно можно использовать лишь пламя Бы последние три дня Джао постоянно следил за ситуацией с Барриком Сейчас лидер сил мира гигантов готовился уничтожить остров осьминогов одним решительным ударом На этот раз к нему в качестве подкрепления прислали не 50 000, а целых с 80 000 Правда гигантов среди них было лишь около 3000, однако эти парни принесли с собой еще два корабля Великих Духов и 28 колесниц Так что единственной хорошей новостью можно было бы считать отсутствие сломанных игл змей Джао считает, что люди из мира гигантов просто-напросто любят использовать именно корабли Великих Духов, а не сломанную иглу змей Ведь предпочтение последней отдавали их смертельные враги, поэтому они считали это оружие довольно подлым, как и все чем пользовались эксперты мира сокровищ Более того они считали, что трех кораблей Великих Духов, а также 28 колесниц более чем достаточно, чтобы одержать верх в этой войне Разумеется, что так как новоприбывшие силы еще не видели острова осьминога, они не слишком-то спешили к нему Однако сам Баррик никак не мог забыть свое позорное отступление и поэтому очень сильно жаждал поквитаться с Танзи Когда Джао увидел в Цэта, то ничего не сказал Честно говоря, ему было совершенно все равно, когда именно Баррик нанесет ответный удар, ведь он уже был готов к этому Так глава клана Будда заметил, что за последние три дня, несмотря на огромные траты ресурсов и большое количество неудач Мастерам мира сокровищ удалось создать чуть больше 90 копий сломанных с игл змеи, что ни говори, а это и в самом деле очень и очень много Покинув свое жилище, Джао направился прямо к мастерской Разумеется, туда практически никого не пускали, чтобы посторонние не мешали работать мастерам Естественно, сам глава клана Будда являлся исключением из правил и его никто не стал останавливать Когда Джао только вошел в мастерскую, то обнаружил, что Мую сидел в неприметном углу, где его никто не мог видеть Очевидно, он тоже не хотел беспокоить мастеров Когда же он заметил главу клана Будда, то кивнул головой Естественно, Джао сделал то же самое Затем подошел к нему и прошептал Большой брат, давайте выйдем, мне нужно с вами поговорить Услышав подобной лиде псил мира сокровищ кивнул, так как понял, что Джао хочет рассказал о чем-то, что связано Барриком Поэтому он встал и они направились в его пещерный дом Оказавшись там Мую, немедленно велел позвать Танцзе, Танвена, Сюи Вудзюня и Конкмиа Когда же все собрались Джао рассказал им о нынешних силах Баррика Естественно, что услышав подобное многие забыли как нужно дышать Ведь 80 000 человек это невероятно огромная армия Похоже, что на этот раз мир гигантов очень сильно хотел уничтожить остров Осьминога и всех его защитников Мую же посмотрел на всех с присутствующих и сказал Давайте поговорим о том, что мы можем сделать в этой ситуации Тем не менее Танцзе и другие нахмурились Честно говоря, они действительно не знали, как можно справиться с этой ситуацией Количество подкреплений, присланных Барриком оказалось за пределами их воображения Б особенности это касалось огромных магических артефактов Из Фцекс присутствующих с ней нервничал только Джао Но тем не менее он также и ничего не предлагал Однако было совершенно очевидно, что его не особо-то и пугает встреча с превосходящими силами противника Естественно, Мую не мог этого не заметить Он знал, что у Джао есть что сказать Но все же заговорил первым Вам всем не нужно так беспокоиться Мир сокровищ уже реализует вторую фазу плана И поэтому нам осталось лишь нанести силам Баррика как можно больше урона Чтобы продемонстрировать всем остальным нашу мощь и слабость гигантов Если мы сумеем это сделать, то все будет в полном порядке Тем не менее настроение Танцзи и остальных продолжало оставаться очень тяжелым Что неудивительно, ведь они не знали, сколько копий сломанных игл змея находятся в их распоряжении Если их количество окажется недостаточно То они ничего не смогут противопоставить большим магическим артефактам Как только Мую увидел выражение их с лиц Он сразу же понял, о чем они думают И глубоким голосом сказал За последние несколько дней нашим мастерам удалось изготовить больше 90 копий сломанных игл Однако думаю, что к моменту прибытия Баррика их будет не меньше 100 К сожалению больше не получится, так как мы испытываем нехватку ресурсов Вот только в этот момент Джао внезапно кашлянул и сказал Большой брат, на самом деле, за последние 3 дня я также сумел сделал 20 копий сломанной иглы змеи Поэтому у нас уже больше 100 подобных артефактов Кроме того, если вы передадите мне неудавшиеся экземпляры То и с материалами проблем не будет Более того, если Баррик даст нам еще несколько дней То фактическое количество может достигнуть 200 штук Услышав подобное Мую, не мог не переспросить Джао, это правда? Джао же слегка улыбнулся и ответил Я бы не посмел вам соврать После этого он достал пространственный мешочек и бросил его Мую Тот, в свою очередь, немедленно проверил его и обнаружил 20 копий сломанных игл змеи Так что Мую засмеялся и смеялся Хорошо, отлично, теперь когда у нас достаточно орудия Я куда более уверен, что мы сможем разобраться с гигантами Естественно, что Танцзи и остальные тоже обрадовались Можно сказать, что появление этих артефактов наконец дало им намек на уверенность Танцзи не боялся Баррика или его людей Он переживал, что они не смогут остановить их огромные магические артефакты Ведь последние обладали весьма мощными характеристиками и были хороши как в защите, так и в нападении Если же им удастся нейтрализовать эту невероятно огромную угрозу То всю многочисленную армию они смогут сдерживать при помощи главного защитного массива острова Осьминога До конца концов в эти дни Танцзи и все остальные тоже не сидели без дела И всеми возможными способами постоянно улучшали свою защиту Естественно, что они поработали и с основным защитным массивом Именно поэтому танцзи и все остальные переживали, что им не хватит сломанных с игл змеи, чтобы остановить огромные магические инструменты Что же касается вражеской армии, то о ней они совершенно не беспокоились Муй уже посмотрел на всех собравшихся и сказал Теперь нам осталось лишь заточить меч и ждать, пока эти парни сами прыгнут на него Мне действительно очень хочется посмотреть на лица гигантов после того, как мы сломаем их самые любимые игрушки Услышав это присутствующие засмеялись В этот момент они действительно расслабились и дали своей смелость взять вебкс над беспокойством и волнением Глава 1473 Амбиции Танцзи Мую посмотрел на всех с присутствующих и улыбнулся Хорошо, тогда можете идти отдыхать, но дальние посты наблюдения в следующие несколько дней должны проявлять предельную осторожность Если они обнаружат приближение врага, то пусть незамедлительно доложат об этом Тем не менее я не думаю, что гиганты прибудут к нам довольно быстро В конце концов их слишком много, однако не стоит рисковать Как только наблюдатели их заметят, пусть сразу же отступают Нам не нужны бессмысленные потери После этих слов Сюи Вузунь с Конг Мя кивнули, а потом встали и ушли Однако Танцзи, Танвы Ничжа остались Правда лишь потому, что Мую приказал им это сделать После того, как Сюи Вузунь и Конг Мя покинули икс Мую выдохнул, а потом сказал Я не ожидал, что на этот раз гиганты отправят так много людей Младший Тзи, как ты думаешь, может мы должны попросить о помощи Пусть нам тоже пришлют немного дополнительных сил До конце концов у мира сокровищ, ведь тоже имеется довольно много малых пространств Мы не можем иметь дело с гигантами, полагаясь только на царство бессмертных и полпусов Боюсь, что они не смогут выдержать подобного давления Когда Танцзи услышал эти слова, то оказался ошеломлен По его мнению, Мую всегда отличался завидной уверенностью Независимо от того, в какой ситуации он находился Что же случилось сегодня? Поэтому Танцзи глубоким голосом сказал Брат Му, что с тобой случилось? Почему ты так не уверен? Мую же посмотрел на Танцзи и ответил Я не неуверен в себе Просто не хочу, чтобы царство бессмертных икс или полпусы Понесли слишком огромные потери Ведь потом они не смогут нормально восстановиться Во-первых, это будет довольно несправедливо по отношению к ним Все-таки они довольно сильно нам помогли А во-вторых, если малые миры увидят насколько сильно они пострадали То у них могут появиться некоторые сомнения Джао в свою очередь слегка улыбнулся А потом произнец Большой брат Му, вы слишком много думаете и беспокойтесь На самом деле в нашем распоряжении имеется куда больше экспертов, чем вам кажется Поэтому нам есть, что противопоставить гигантам Услышав это, Мую озадаченно посмотрел на главу клана Будда и спросил Что ты имеешь в виду? У нас действительно есть дополнительные силы? Джао в свою очередь слегка улыбнулся Конечно есть Большой брат Му, не забывайте, что я черный маг Так и в Мойксрукакс находится огромное количество нежити Да, ее сила атаки не очень хорошая Но это с лихвой может быть компенсировано количеством Поэтому, если мы передадим в руки бессмертных копий сломанной иглы змеи Примерно по 10.000 на каждую То сможем насытить это оружие максимальным количеством энергии Таким образом нежить не будет непосредственно вступать в бой А мы сможем освободить часть куда более сильных экспертов Чтобы они могли противостоять гигантам Услышав это, Мую и Танцзи оказались несколько озадачены Они смотрели на Джао и не верили в услышанное Тем не менее, потом Мую не мог не спросить Младший Джао, но ведь в наших срукакс уже более 100 копий сломанных игл змеи Если брать по 10.000 бессмертных, то вместе это около 1.000.000 Скажи у тебя действительно так много нежити? Джао же посмотрел на Мую и слегка улыбнувшись, глубоким голосом ответил Если бы копия сломанной иглы змеи могла выдержать куда больше энергии То я бы мог поставить возле каждого такого артефакта и по 100.000 бессмертных Глядя на холодные глаза Джао, Танцзиевцы и остальные не могли не почувствовать дрожь Честно говоря, эти трое видели за свою жизнь очень много крови Однако даже эти люди, услышав слова Джао, почувствовали как холодный пот стекает по их спинам Более 100 копий сломанных игл змеица 10.000 бессмертных у каждой Это более 1.000.000 немертвых А 100.000 у каждой Это уже 10.000.000 немертвых Что такое более 10 миллионов бессмертных Это более 10 миллионов трупов Если все эти немертвые существа были созданы самим Джао, то этот человек определенно заслуживает титула монстр Тем не менее Танцзиевцы же нерешительно спросил Младший, а как появилась вся эта нежить Джао в свою очередь посмотрел на Танцзи и прекрасно понял, что он имел в виду Поэтому слегка улыбнулся и показав свои белые зубы, ответил Это были мои враги После этих слов Танцзи, Танвыни Мую оказались еще больше потрясены Четыре простых слова, сказанные Джао еще долгое время звучали в их сердцах Хотя в них не было ничего особенного, однако от них так и разило кровью Мую же глубоко вздохнул, а затем успокоился После чего он посмотрел на Джао довольно сложным взглядом, а потом глубоким голосом сказал Хорошо, давай сделаем как ты говоришь Тогда пусть все иглы будут у тебя Если собрать Икс все вместе, то в наш Иксрукакс окажется действительно очень хорошая карта Джао в свою очередь слегка улыбнулся Большой брат Му, будьте уверены, я сумею ими правильно распорядиться Кстати, у меня есть для вас подарок Или скорее это подарок для мира сокровищ Надеюсь, он будет вам полезен Сказав эти слова, он достал нефритовую табличку и передал ее Мую Естественно, Лиди Псилми по сокровищ не стал отказываться Ему было довольно интересно взглянуть, что же Джао решил подарить большому миру Хотя он и сомневался, что глава клана Будда за столь короткое время смог бы придумать еще что-то очень хорошее Тем не менее ему все равно стоило проверить, о чем именно идет речь Однако после того, как его мысли погрузились в нефрит, лицо Мую постепенно становилось все более серьезным Мую не являлся мастером артефактов Ха самом деле, он имел лишь самые общие представления о методах и способах создания магических инструментов Тем не менее, лидер сил мира сокровищ не мог не заметить, что техника очистки водой являлась альтернативой методам на основе огня и имела свои достоинства Поэтому он посмотрел на главу клана Будда и спросил Младший, это правда? Джао же слегка улыбнулся и ответил Конечно, это правда Когда я был в Нижнем мире, то сумел подружиться с народом, что обитает на дне океанов Естественно, что они никак не могли бы использовать огонь, поэтому изобрели свою технику очистки Думаю, она все же сможет быть вам хоть немного полезной, верно? Мую в свою очередь засмеялся и сказал О, она безусловно будет полезной Джао, что ни говори, а ты и в самом деле счастливая звезда нашего мира сокровища Но почему ты не использовал эту технику очистки водой ранее? Услышав подобное, глава клана Будда закатил глаза и ответил Просто я никогда раньше ею не пользовался У меня ведь имеются свои собственные методы Тогда зачем мне этот? Если бы не низкий показатель успеха у ваших смастеров То я бы и вовсе не вспомнил о нем Б этот момент Танцзи озадаченно сказал Брат Му, младший Джао, о чем вы говорите? Что еще за техника очистки водой? Мую в свою очередь слегка улыбнулся и передал нефритовую табличку Танцзи После чего произнес Это действительно очень важно для мира сокровищ Но нам не стоит показывать этот метод на поле битвы в Анцзи Так что этот метод отправится прямиком в мир сокровищ Б это время Танцзи также изучил нефритовую табличку и ци недоверием Посмотрев на главу клана Будо спросил Младший Джао, а это действительно будет нам полезно? Как по мне этот метод уж слишком необычен Джао же улыбнулся, а потом произнец Хе стоит так волноваться Этот метод довольно легко использовать Народ моря используя этот метод Вполне спокойно создавал экипировку Что ничем не уступало оружию и доспехам людей Живущих снасуше Тем не менее не могу не признать Что метод очистки водой стоит сначала внимательно изучить А потом как можно сильнее улучшить Мую кивнул, а потом добавил Естественно этот метод не подходит для прямого использования Но он сможет задать совершенно новое направление Если же миру сокровища в самом деле удастся его улучшить То мы сможем получить значительно преимущество В этот момент Танвэнь также закончил изучать содержимое нефритовой таблички И теперь он также прекрасно понимал Что значит этот метод для мира сокровищ Тем временем Мую встал и глубоким голосом сказал Ничего не говорите об этой нефритовой табличке или ее содержимом Я же лично отнесу ее в главный лагерь мира сокровищ Когда Чжа услышал это То просто не мог не спросить Большой брат Му, зачем все это? Речь ведь идет лишь о методе очистки Что использовался в одном из нижних смиров Ха что Мую ответил Младший Чжа, тебе ведь прекрасно известно Что мой мип сокровищ специализируется на создании маленьких артефактов И мы достигли в этом действительно значительных высот С другой стороны с изготовлением больших магических инструментов Все не так уж хорошо Поэтому, если метод очистки водой позволит нам изменить эту ситуацию То мы обязаны уделить ему как можно больше внимания Чжа в свою очередь посмотрел на Мую и быстро ответил Хорошо, хорошо, большой брат Не стоит так волноваться Хотя этот метод очистки водой действительно обладает очень значимым потенциалом Для начала его необходимо улучшить Более того, вам также потребуется вода высокого уровня Причем довольно много Так что прежде чем придавать ему настолько огромное значение Подумайте, есть ли она у мира сокровищ? Мую же посмотрел на Чжа и холодно фыркнул Хе стоит не недооценивать мип сокровищ У нас очень много хороших свящей и ресурсов Так что не нужно беспокоиться о подобном Хорошо, тогда вы трое должны присматривать за происходящим Я же постараюсь вернуться как можно быстрее После этого в цепа и кивнули А Мую просто проигнорировав Икс развернулся и ушел Ну, а Чжа глядя ему в спину тяжело вздохнул Как по мне большой брат уделяет этому вопросу уж слишком много внимания Танцзе же похлопал Чжа по плечу и сказал Не стоит говорить подобной ерунду Если бы не брат Му, а я получил эту нефритовую табличку То взял бы с собой 500 экспертов и отправился обратно в главный лагерь Да, использование транспортных массивов совершенно не опасно Но эта вещь слишком важна для мира сокровищ И поэтому необходимо устранить любые угрозы Танвэнь в свою очередь добавил Да, благодаря этому сила нашего мира значительно возрастет Пусть на это и потребуются усилия По крайней мере, нескольких с поколений Более того, кто после этого сможет составить нам конкуренцию на поле битвы в Андзе Услышав подобное, Чжа посмотрел на этих с двоек Акси не мог не нахмуриться Теперь он действительно не знал, правильно ли поступил Передав этот метод очистки миру сокровищ Хорошо это или плохо Что если они в самом деле захотят взять под свой контроль все поле битвы в Андзе Но у них ничего не получится Что тогда случится с царством бессмертных? Подумав над всем этим, Чжа просто не мог не спросить Брат Тан, неужели ты действительно хочешь объединить все поле битвы в Андзе под властью мира сокровищ? Но ведь в этом случае вашими противниками станут все большие миры? Ха что Танзе покачав головой, ответил Нет, мы не будем объединять поле битвы в Андзе Ситуация в этом месте уж слишком сложная и на подобное потребуется слишком много сил Тем не менее получив достаточно огромное могущество Мип сокровищ может получить статус неприкаса МХ После этого ни один из миров не решится провоцировать нас Более того, подобное привлечет к нам под руку огромное количество средних и малых пространств Естественно, что наши силы будут становиться все больше и больше И мы сможем получим много хороших вещей Можно сказать, что в будущем мир сокровищ сможет стать самой главной силой на поле битвы в Андзе После этих слов Джа вздохнулся облегчением Ведь стать сильнейшим из больших смиров и единственным большим миром это совершенно разные вещи В последнем случае речь идет о полном доминировании, а в первом нет Однако для Джа этого было достаточно Если Мип сокровища в самом деле станет первой силой на поле битвы в Андзе То это принесет главе клана Будо довольно много пользы Хотя Му Ю ушел, но Острове Осьминога не произошло как и к слеба изменений Потому что на Острове Осьминога и так все было готово Теперь у них в руках более 100 копий сломанных игл змеи и готовить больше нечего Поэтому в данный момент работал только Джа Он ломал неудавшиеся магические артефакты и превращал их в ресурсы Таким образом мастера артефактов смогут продолжить создавать оружие Глава 1474 Грандмастер артефактов Баррик как обычно стоял на носу огромного корабля и смотрел вдаль Однако сейчас в его голове обитали лишь мысли о мести В прошлый раз, когда Танцзе заставил Икс отступить, он испытал невероятное унижение Но на этот раз у него в руках имелось более 80 000 солдат, 3 огромных корабля и 20 колесниц Обладая настолько огромной мощью, Баррик был полностью уверен в своей победе Тем не менее, он все еще немного беспокоился о реакции людей из мира сокровищ Баррик прекрасно понимал, что Остров Осьминога это клинок нацеленный на территорию Икс мира И что их враги будут всеми силами удерживать этот плацдарм Естественно, что Мип Сокровищ за это время тоже мог прислать дополнительные силы Однако теперь он мог лишь надеяться, что Икс Силы в конечном итоге окажутся куда меньшими, чем его Именно по этой причине Баррик привел с собой так много подкреплений Он хотел использовать как можно больше войск, чтобы уничтожить Остров Осьминогов Несмотря на все усилия со стороны Мира Сокровищ Однако на этот раз они шли намного медленнее Во-первых, Ксуних имелось слишком много вещей и поэтому с логистикой возникали определенные проблемы Во-вторых, три корабля не могли вместить всех солдат и поэтому последние были вынуждены двигаться на собственных парящих артефактах Кто-то летел на мечах, а кто-то на небольших лодках Хотя скорость Икс Магических инструментов не такая уж медленная Но Баррик не позволял им летать быстро, так как при этом могла снизиться эффективность его солдат Баррик и Танцзи играли друг против друга и лидер Сил Мира Гигантов прекрасно понимал, что ему не стоит недооценивать своего противника В данном случае им необходимо подойти к острову Осьминога в идеальной форме После того, как Танцзи нанес ему весьма обидное поражение, Баррик наконец-то научился быть куда более умным Теперь же он думал, что сумеет нанести своим врагам мощное поражение Поэтому теперь он наступал на своих с врагов таким образом, чтобы никто не мог сбежать В скопе армия Баррик находилась всего в 10.000 лет острова Осьминог Разумеется, что уже некоторое время лидер Сил Мира Гигантов, то и дело замечал убегающих пальпусов Похоже их прибытие уж точно не станет сюрпризом Разумеется, что Мую уже давно знал о Икс Приближении Вот только за последние дни его силы так и не выросли, они по-прежнему составляли 30.000 Хотя кое-что все-таки изменилось, Мую публично объявил, что Чжа стал человеком мира сокровищ И присвоил ему титул Грандмастера магических артефактов По сути это и в самом деле был не более чем титул без какой-либо реальной власти Можно сказать, что его присуждали всем, кто внес неоценимый вклад в искусство создания магических артефактов Однако в мире сокровищ таких людей было лишь чуть больше сотни Естественно, что они пользовались огромным уважением Так что теперь даже эксперты уровня Танцзи не могли себе позволить обидеть Чжа По сути, теперь на острове Осьминога самым высоким статусом обладал глава клана Будда Даже Мую был всего лишь равен ему Разумеется, что на самом деле ничего не поменялось, кроме названия Глава клана Будда по-прежнему оставался представителем царства Бессмертный Икс Более того, подобные перемены никак не повлияли и на самого Чжао Он все также называл Мую большим братом и весьма уважительно относился к Танцзи и всем остальным Тем не менее, в отличие от большинства Танцзи прекрасно понимал откуда на самом деле взялся этот титул Чжао Естественно, что глава клана Будда получил его далеко не просто так Разумеется, что самой главной причиной являлась отнюдь не копия сломанной иглы змеи А довольно необычная техника очищения водой Бмепе сокровищ далеко не каждый сможет стать грандмастером артефактов Неважно насколько хороши созданные вами артефакты Вы все равно сможете стать лишь просто хорошим мастером артефактов Что же касается титула грандмастера, то получить его можно лишь сделав огромный вклад в развитие мира сокровищ Грандмастеп это своего рода почетное звание Оно не обладает реальной силой, но делает вас весьма уважаемым человеком Чжао прекрасно понимал свой текущий статус и хорошо осознавал, что не стал крупным человеком с важным титулом На самом деле его нынешний статус лишь показывал, что он относительно полезен Однако Танцзи и Мую безусловно куда более важные люди чем он Поэтому Чжао не стал вести себя более высокомерно Более того, на то чтобы его приняли как полноправного человека мира сокровищ понадобится куда более время Ведь еще не так давно он собственными руками убил довольно много экспертов из этого пространства Поэтому Чжао не спешил предпочитая двигаться вперед шаг за шагом К тому же то уважение которое он уже сумел заслужить в большей мере было связано не с тем, что Чжао стал грандмастером На самом деле он сумел получить его благодаря тому, что Мую и Танцзи называли его братом, а также были очень добры к нему Теперь же Чжао стоял с левой стороны от Мую, а Танцзи находился справа от него Таким образом, было прекрасно видно кто является правой и левой рукой лидера сил мира сокровищ Мую стоял рядом с границей главного защитного массива острова Осьминог и смотрел на ситуацию снаружи Стоит отметить, что магический щит созданный пальпусами просто великолепен Вы могли видеть все, что происходит снаружи, а ваши соперники лицезрели лишь очень густой туман Мую только что прослушал сообщение от наблюдателей и знал, что враги уже недалеко от острова Осьминога Поэтому он глубоким голосом произнес Вам кажется, что Баррик очень сильно обиделся на нас за прошлое поражение Танцзи услышав подобное на некоторое время задумал, а потом сказал Похоже, что в прошлый раз мы настолько сильно его разозлили, что теперь он может думать исключительно о месте Поэтому Баррик немедленно перейдет в наступление После этих Мую повернулся к главе клана Будда и спросил Младший, а ты что думаешь? Джа тоже на некоторое время задумал Я мало что знаю о этом человеке Однако если он призвал настолько огромное подкрепление То скорее всего думает, что мир сокровищ прислал нам дополнительные силы Так что вполне возможно, что Баррик попытается проверить Сколько теперь у острова Осьминогов-защитников и лишь потом перейдет в прямое наступление Мую и Танцзи оба кивнули После чего Танцзи произнес После последнего поражения Баррик и в самом деле мог стать умнее Ко тому же на этот раз их силы превышают наши Так что единственным неучтенным фактором может оставаться лишь подкрепление, которое мы могли получить из мира сокровищ Не зная его количество, Баррик не сможет выбрать наиболее подходящую тактику, чтобы справиться с нами Мую в свою очередь кивнул и сказал Хотя я не сажался против этого Баррика, но слышал о нем Недавно появившийся гений мира гигантов, поэтому будет довольно глупо думать Что он попадется на те же уловки Так что в этот раз Баррик не станет торопиться Танцзи слегка улыбнулся А давайте встретимся с ним Интересно будет посмотреть на выражение его лица Когда он узнает, что большой брат лично привел подкрепление Надеюсь он не расщвернется и не сбежит Когда Мую услышал эти слова, то не мог не улыбнуться Этот парень уж точно не сбежит В мире гигантов есть правило Любой кто сражается с миром сокровищ не имеет права отступать Танцзи в свою очередь тоже улыбнулся и сказал Да прошлый раз у него попросту не было иного выхода Так как он не мог на нас напасть Поэтому вернувшись Баррик, наверное пообещал Что собрав силы снова атакует Однако если он и в этот раз отступит То будет жестко наказан Услышав этот же слегка улыбнулся и произнес Тогда давайте пойдем и встретимся с ним Но перед этим нам стоит немного подготовиться Произнеся подобные слова глава клана Будда махнул руками И на острове Осьминога появилось большое количество нежити Бессмертные образовали 100 кубов по 10 000 особей в каждом Более того эти формации образовывали еще больший куб Разумеется, что огромная неживая масса затиснувшая над островом Создавала невероятно гнетущее ощущение Призвав бессмертных Гз глава клана Будда снова взмахнул рукой И перед каждым кубом появилась копия сломанной иглы змей Естественно, уже через довольно короткое время Нежить буквально поглотила это довольно мощное оружие Таким образом Джао полностью приготовился к грядущей битве Разумеется, что все это происходило с полного одобрения Мую Согласно предложения Джао Нежить должна ударить первой Чтобы в случае необходимости оказать поддержку основным силам Естественно, что сила бессмертных Гз значительно уступала всем присутствующим здесь экспертам Так если из последних самыми слабыми являлись истинные мастера То Нежить еще даже не достигла стадии заложения основ Тем не менее сейчас речь шла исключительно о поддержке И ей не придется вступать в прямое противостояние Мую посмотрел на расположение бессмертных И кивнул Если честно, то до этого момента он все еще сомневался, что в руках Джао так много немертвых Однако теперь он начал еще больше уважать силу главы клана Будда Глава 1475 Доказательства Ранее Джао уже говорил Мую, что у него много немертвых существ и они вполне способны контролировать копии сломанных игл змей И лидер сил мира сокровищ поверил ему, так как прекрасно понимал, что подобными вещами не шутит Более того, он не стал проверять, сможет ли Джао на самом деле выпустить миллион бессмертных икс Так как появление такого огромного количества немертвых могло привести к неожиданным результатам Теперь же, когда Джао и в самом деле выпустил миллион немертвых существ Их подавляющее число выглядело весьма ошарашивающе Если количество чего-либо достигнет определенной степени Это заставит людей чувствовать себя ужасно Что уж говорить о нежить, которая и сама по себе невероятно пугающая Однако в этом случае все было несколько иначе Ведь немертвые Джао практически не отличались от живых людей Иными словами, если смотреть со стороны, то над островом Осьминогов завис один миллион солдат Безусловно, что подобное не могло не шокировать Когда Мую увидела эту ситуацию, то начал гораздо лучше понимать силу Джао Теперь он был полностью уверен, что глава клана Будда мог выжить на поле битвы в Анзде Абсолютно самостоятельно не полагаясь на помощь со стороны любого из миров Ведь в данный момент в его руках имелась как огромная армия, так и весьма эффективное оружие в виде копий сломанных игл Ну кто при таких раскладах захочет связываться с ним? Это ведь как минимум невероятно невыгодно Что же касается пальпусов и экспертов царства Бессмертных Икс То они не слишком удивились произошедшему Так как уже видели как Джао призывает большое количество немертвых и знали на что они способны А вот люди мира сокровищ увидели нечто подобное впервые и естественно оказались невероятно поражены Разумеется, что Танзи и Танвэнь тут же ушли, чтобы успокоить своих сподчиненных После того как им удалось это сделать Мую вывел все свои войска за пределы острова, но оставил нежить на месте Она должна стать огромным сюрпризом для их врагов Поэтому ее пока еще рано показывать Когда Мую и ВЦ остальные покинули остров Осьминога То через некоторое время увидели толпу людей, летящих вдаль Прищурившись лидер сил мира сокровищ заметил, что впереди двигались три больших корабля За ними шла пехота, а все замыкали колесницы Вот таким вот строем они приближались к острову Осьминога Мую и его армия расположились всего лишь в трехстах лет острова И естественно, что их соперники не прекрасно видели позиции на которых они находились Поэтому армия мира гигантов начала двигаться намного медленнее Стоя на носу корабля, Баррик прекрасно видел Мую, стоящего перед силами трекс миров Рядом с ним находились Танцзи и Чжаа Когда Баррик увидел Мую, то его глаза не мог не сузиться Как влиятельный представитель мира гигантов, он, несомненно, знал, как выглядит сильнейший эксперт молодого поколения мира сокровищ Тем не посмотрев за спину Мую, Баррик слегка удивился Он обнаружил, что количество сил коалиции увеличилось, но не сильно Так экспертов мира сокровищ стало больше, где-то на 4 тысячи 6 тысяч тысяч, но на этом все Честно говоря, Баррик думал, что икс-враги также воспользуются помощью своих вассалов и пришлют куда большую армию Однако мир сокровищ так не поступил и это весьма удивило Баррик Один